Здравствуйте все еще раз. Так получается, что тема психического времени больше не интересует никого, кроме как питерцев. Поэтому вот в анонсах объявляли тему такую, к управлению психическим временем через свободу, свободу, волю, честь и достоинство. Но для того, чтобы с этим вопросом разобраться, сначала предлагаю понять, что каждый термин означает, чтобы мы на одном языке с вами говорили. Определимся с дефиницией каждого слова. Это не факт, что завтра это слово не изменится в своем значении. Если мы соберемся завтра, то это будет же другое определение. Потому что мы сегодня такие, какие мы есть. Поэтому мы определяемся на сегодня, на сегодняшний разговор. И вот все определения, которые есть у кого-то там в памяти лежат, пока оставьте там в прошлом. А сегодня будем оперировать вот всеми этими вещами. Вот на прошлой встрече, помните, мы с вами говорили о чем? О том, что наша психика функционирует в пяти основных режимах. Всего пять. Вспоминаем, какими, если там не научным языком, а простым. Кто помнит, в каких пяти режимах психика функционирует? И в зависимости от этого режима как раз и определяется психическое время. То есть его рассогласование с временем реальным. Так называемая рассинхронизация. То есть у нас есть шкала времени с вами. Ну и раз у нас вторая с вами встреча, да? Это будет вот так вот как-то примерно. Вспоминаем, о чем мы говорили в прошлый раз. Есть некое будущее. В рамках этого будущее может быть грядущее. То, что будет обязательно, да? А будущее это не определенная форма. Может быть, а может и не быть. Есть прошлое. И есть вот где-то здесь вот на этой оси какая-то точка, которая является настоящей. Но изобразить мы ее не можем. Мы об этом условились с вами в прошлый раз. А почему не можем? Просто пока я эту точку наношу, вот это уже прошлое. Понятно, да? Поэтому наша психика работает вот в пяти основных режимах. Вот в автоматическом, вот в том, в котором мы постоянно находимся. Вот тут режим зомби, который нас воспитали. Мы от этой точки где-то опаздываем на 0,5 секунд до 1,5. Есть второй режим работы психики. Это рациональный. Когда мы уходим в рациональную область, то есть тогда мы от реального времени отстаем уже на 1,5-2,5 секунды. Почему это? Вот в актологический ряд вы сидите все, да? Я пока посмотрел на вас. В одного голова была так, у другого так по грунту. Один так слушает, другой так слушает. Но пока я все это обработал, пока я получил информацию своих органов чувств, пока я все это соотнес с теми знаниями, которые у меня есть, время-то уже ушло. То есть я от реального времени опаздываю на эти полторы секунды. До 2,5. То есть в зависимости от того, как у человека быстро работает аппарат мыслительный. То есть способность пользоваться собственным умом определяет вот это вот отставание от 1,5 до 2,5 секунд. Следующий режим функционированной психики – это витальный, эмоциональный, так называемый. Да, слово «жизнь», «вита». О чем мы говорим? Что есть время реальное, а рассинхронизация происходит, и мы оказываемся здесь, где-то впереди. И поэтому весь фактологический ряд мы оценим с точки зрения его эмоций. Вот это время может в зависимости от степени развития витального беса у человека. Вспоминаем три беса у нас есть, да? Бес витального тела, бес физического тела и ментального тела. Вот чем он развитий, этот бес витального тела, тем больше мы по этой шкале можем уходить вперед. Но при этом мы выпадаем из реального времени. И мы весь этот мир воспринимаем как маю, как иллюзию, говорят на Востоке, через наши эмоции. При этом наш ум не работает. Четвертый вариант – это аффектное состояние. Помните, два крайних состояния. Либо человек впадает в ступор и никак не реагирует на ситуацию. Самое для вас знакомое чувство – это страх. Страх, который вас сховал, это и есть ступор. Либо другое, когда нет ни эмоций, и ум ваш не работает, а вы действуете совершенно инстинктивно, автоматически. Вот это вот аффектное состояние, четвертое состояние. И чем они все интересны, вот эти первое, второе, скажем, третье и четвертое состояния? У нас у всех вот это психическое время, оно не равно реальному времени, действительному времени. Мы никогда в него не попадаем. И только одно состояние, которое позволяет человеку синхронизировать время психическое и реальное время, это состояние вот здесь и сейчас, то есть сверхсознательная деятельность. Это, как правило, у людей, которые не пришли еще к такому режиму функционирования психики, бывает в стрессовых ситуациях. Вот у летчиков, когда, скажем, аварийная ситуация, у водителя автомобиля, когда тоже аварийная ситуация, и вот он каким-то чудом выворачивается, уходит, а что он потом сделал и почему он именно так действовал, он объяснить не может. То есть вот его душа перешла на управление, в общем-то, его телом, управляла автомобилем, он смог проскочить вот эти все сложности, весь этот факторный ряд, негативный для него, сделав его как минимум нейтральным. А то еще и выйти с какими-то положительными для себя уроками из всего этого. Еще о чем мы с вами говорили, что вот способность управлять психическим временем зависит от того, в какой варне человек находится. То есть если это варна, мы будем часто обращаться на кога-то ребенок, где-то вот запишем, чтобы было всем видно. Это вот варна-азов, это вот тот, кто может управлять своим психическим временем и как раз находится в этом состоянии, здесь и сейчас. То есть уровень душевного развития ему позволяет синхронизировать время психическое свое и с временем реальным. Понятно, да? Их как еще называют? Великодушные. Вот великодушные. Это те, кто могут управлять психическим временем. Дальше идет человек, варна. Это душевный человек, то есть уровень духовного развития иной. Чем он отличается от... Он еще не может управлять своим психическим временем, но он знает что-то такое. И он занимается и ищет способы и методы развить себе вот эти способности, управлять собственным психическим временем. Как правило, тут преобладает рациональный способ функционирования психики. То есть эмоции здесь уже погашены. Откуда вот в русском языке мы можем найти вот это состояние? Вот есть это варна-воина, да? Если мы берем с вами русское слово, помните, мы брали витязь, старинное архаичное слово, витязь, да? Вита и ясь. То есть он жизнь свою, свои эмоции, витальный план подчинил уже чему? Неким законам мироздания. При этом бес витальный его не выводит из равновесия. Он может себе позволить все-таки заниматься тем, чтобы синхронизировать время психическое и время реальное. Понятно, да? Следующая варна-людина. Или веся. Вспоминаем. Вот они живут по принципу. Дом построить, сына родить, дерево посадить, да? Некоторые, тещу строят, там, печень сажают. Но это же другая варна, это не эта. Вот эта варна как раз вот есть у нас жития, так называемая, или смердная. А дальше уже идет зеркальная. Нас здесь интересуют нежити и нежити. Ну, слова эти знакомы, поэтому имя наиболее часто опереживают. Почему мы к этому будем постоянно возвращаться? То есть, понятно. Вот эти и не знают, что такое психическое время. Эти тоже не знают. Эти тоже не владеют информацией. Вот эти понимают и начинают уже стремиться к тому, чтобы управлять, а эти уже синхронизировали свое психическое время. То есть, какое время психическое? Слово «психо» что означает? Душа, да? То есть, получается, что ангел-хранитель, душа человека, начинает напрямую управлять действиями человека. Всего лишь на все. И тогда идет синхронизация времени психического, то есть, по которому живет душа, и времени реальное. Кто еще знает об этом? Вот если мы зеркально переложим, то раз эти умеют управлять, то вот тут есть у нас господа, которые знают о психическом времени. Их основная задача сделать так, чтобы вот эти и эти никогда не узнали, что оно есть, а эти деградировали настолько, что тоже потеряли об этом информацию. Примеры практических жизни мы с вами рассмотрим некоторые, чтобы вы понимали, каким образом вот эти товарищи, которые нам не товарищи, которые производят рассинхронизацию времени психического народа. представляете, огромных масс людей и времени реального. Как мы выпадаем из реального времени? Как нас к этому подводят? Вот когда начинаешь это видеть и все понимать, становится смешно. Насколько это просто все, а мы совершенно очевидные вещи, в общем-то, к чему-то не видим. Вот это все, что мы говорили на прошлой встрече. Есть какие-то вопросы вот к полу? К тому, что вы да. Господа, это отдельный подвид или их можно отнести... Это не подвид, это варны, это не виды. Виды – это другая категория. Их нельзя отнести по второй категории. Что-что? Ни к первой, ни по второй их нельзя отнести категории. А что под категории? Господа, они не... А, господа, что ли? Да, они вообще ни в одной из этих категории... Нет, почему? Это зеркальное отображение азов. То есть, если здесь мы говорим волк и жрец, то мы перебрасываем его через серединное зеркало, да, в Нарий мир, то здесь, господа, появляются. Вот эти кащеи, эти нелюди, эти нежити. Это все зеркально. То есть, все верхнее подобно нижнему. Вот такая вот картина мира, в Великой науке Спаса. Да. А господа и кащеи, это одни и те же? Нет, нет, конечно. Это точно так, как человек, отличается от азов. Это все равно, что витязь воин отличается от жреца. То есть, кащеи ниже рандом? Ниже, да. Господа. Да. Кащеи, это говоруны, которые нас заговаривают. Помните у Пушкина? Там царь Кащеи над золотом чахнем. Помните, да? В Руслане Людмиле, выступительной части. О чем он там говорит? Вот если разобраться с предисловием, к Руслану Людмиле, вот Пушкин все это дело там расписывает. Для того, чтобы с этим разобраться, как это, нужно что сделать? Глотает цепь на дубитон, да? А что мы дальше там читаем? И днем и ночью кто? Ход. А читайте назад, двухорядки. Ток. Ход, да? Все ходит по цепи кругом. Направо, налево. То есть, левосторонняя и правосторонняя прошла спираль. Вот ДНК у человека, значит, начинает развиваться. То есть, вот через кот, через кота, по золотой цепи, по звеньям золотой цепи, которая является частичками, крупицами знаний, вот так вот мы сейчас с вами, допустим, в прошлый раз, там какие-то одни звенья рассмотрели, сейчас другие. Поэтому и мы должны ходить, и вправо, и влево. То есть, если мы идем влево, то мы попадаем туда? К леву. И там тотем какой? Лев. А если мы идем вправо, к десным путю, то там мы попадаем в тотем кого? Бера. Об этом тоже поговорим потом, если будет. Как события в Сталинграде связаны с Бером, с Берлином. Почему тотем у Берлина? Знаете, какой? Медведь. Что это вдруг германцы себе медведя нашего взяли? Потому что они сами, осколок от нас, в общем, германизированные славянские племена. Несколько видоизмененные. Ну, не славянские, а арийские. Больше, в частности, нет арийского, чем славянского. Поэтому надо понимать, что еще, в общем-то, славянин чем отличается? Это в некотором роде вероисповедание. То есть, славящее Ян и Ии, да? Вот это ведическое направление, которое было, поэтому славянин. Но славянин, это уже другое совершенно. Сейчас мы начинаем с вами собирать скарб словений. Тот, кто в венах, он словом владеет. Вначале было слово, вспоминается слово было Бога и слово было Бога. Тот, кто владеет словом, владеет информацией, может эту информацию наполнить жизненной силой, жизненной энергией и получить силу. Вот тогда все мысли мы терроризуем. По прошлой реакции все? Все понятно? По 10-й реакции. Скажите, я так понимаю, эквивалент. Людина – это весит, да? Это весит, да. Аз – это жреческий институт. А вой – это что? Человек? Кто? Вой. Вой – это человек, да. Вот, допустим, городовой. Кто такой городовой? Это воин города. Это то, что сейчас вас полицейским называют. Все понятно становится, да, когда по-русски говоришь. Если это воин города, и он защищает, вот сейчас там ОМОН, да? Сейчас называется ОМОН, ОМОН, РАН. Вот аббревиатурные слова вы сразу соотносите, откуда это идет. До сих пор это Атлантида, этот Египет, даже в аббревиатурных словах аббревиатурных, у нас это все проскакивает. Все проскакивает. Даже фамилии руководителей наших, которыми наши правят, нами и правят до сих пор. То есть везде идут подсказки на уровне языка. Мы просто лишены смыслового понимания то, что заложено в язык, было истотным. Это тоже способ рассинхронизации времени психического и времени реального. Что происходит? Не понимая образы, мы их не видим. То есть нас мозг не видит. Сейчас мы перед встречей сидели, говорили, как человек начинает видеть. Мы же не глазами видим, мы мозгом видим. И от того, как наш мозг видит, он использует глаза в разных режимах. Я вспоминал, как у меня негативное зрение включалось. Денег не было, там на гостиницу, все это было на начало 90-х годов. Сижу в Орле на вокзале, в командировку поехал, детали набрал, больше ничего нет. Ну и сидишь, сижу, там в полудребель такой, до поезда долго еще. И вот сплю, и попал вот в это измененное состояние ума. Смотрю, человек стоит, там раз, негатив, ну что это такое? Очень интересно. Повернулся в другую сторону, тоже все в негативе. Другой идет человек, я его тоже в негативе вижу. Потом на руки посмотрел, тоже в негативе все видно. И пока вот это было дремотное состояние, но осознанное состояние, я это все видел. Но как только это увидел, то есть мозг иначе через глаза начал видеть окружающий весь факторный ряд. И у меня сразу пошли эмоции, очаг в коре головного мозга появился, и тут же раз все пропало. Опять обычное все, и мозг в таком состоянии, когда он шумит, он не видит ничего. То есть он видит иначе. Вот видит то, что мы видим. А когда успокаивается мозг, вот он начинает уже, мы об этом дальше поговорим, способен через органы чувств иначе воспринимать окружающий мир. Это не глаза наши как устроены, это мозг воспринимает вот эту информацию. Это просто как вот инструмент, как вот оптика какая-то. А самое главное, это тот, кто распознает эти образы. И вот на уровне языка нам вот эти образы поломали. Теперь смотрите, если нам на уровне языка образы поломали, мы можем воспринимать до 100 верно вот то, что вокруг нас и то, что с нами происходит. Нет, конечно. Вчера мы с Антоном, с крамольниками разбирались, какое мы там слово пошлое. Пошлое, пошлое слово нашли, да. Вот одно из слов. Кто питерцы коренные? Есть такие, да. Вот это пошлые люди. А кто сюда пришлый? В Питер. Пришлый кто? Вот остальные пришлые, и я в том числе. Так вот, когда пришлые настолько задавили пошлых, то все, что было исконно русское, да, было исконно традиционно наше, русичи, то пришлые на это все говорили как? Это все пошлое, это пошло от пошлых, от тех, кто здесь родился, здесь живет. Не прошлых, которых нет уже, потому что мы свою память храним, да, традиция предков, мы все это держим в голове. Вот, казалось бы, на уровне слова, на уровне образов, как нам вложили. И сейчас, получается, коренные жители того же Питерса, они же на самом деле пошлые. А вот скажи, и не объясни значение этого слова, какие эмоции пойдут? Да. То есть, получается, что в слово исказили смысл, запечатали туда другой образ, и что с нами сделали? Нас сразу переводят вот в этот вот режим функционирования психики. То есть, мы уходим в эмоции, не понимая, а что же произошло? И если вначале объяснить вот на уровне рационального восприятия, да, тогда понятно, что пошлых, вроде как, наоборот, хорошо. Тот, кто местный, тот, кто чтит все традиции и прочее, и прочее. Тот, который вот хранит это все, но он здесь и сейчас, он он настоящий. Поэтому есть прошлое, а есть пошлое, а есть пришлое. Так вот, у нас сейчас засилие кого? Пришлое. И религия у нас от пришлых, и правители у нас П-резиденты, да, от пришлых, у нас все от пришлых. Своего ничего не осталось. Поэтому с вами мы как раз возвращаемся к пошлым. Для того, чтобы нам вспомнить, что мы пошлые, надо вернуть знания, которые были у наших приликов. И таких слов, поверьте, вот сто процентов. У нас практически ни в одном слове не сохранился его первозданный истотный смысл. Все слова искажены. Все слова искажены. То есть готовьтесь к тому, что, почему я вам сразу сказал, что мы вот тему обозначили, да, и каждому слову сейчас будем давать дефиницию. Но дефиницию для сегодняшнего дня определили. А завтра нам может быть уже другое. С прошлым расстаемся, переходим к настоящему или есть вопросы еще? Да, ну поехали дальше. Так, что у нас тут с вами? А, вот надо разобраться с жизнью, что же такое. Что нам сегодня с вами взять за определение? Жить, жизнь, жизнь, не будем досконально там разбирать этимологию, этимологию слова, потому что понятно, да, житие это восьмерка во множестве землян на земле, да, нашей. Но то, что вот уже, мягкий знак, уже, вот оно есть, оно не развивается дальше. Пень, лень и так далее, да. А может быть, господин великодушный? Господин? Нет, он не может быть великодушный, потому что он абсолютно бездушный. Этот великодушный, а у этого его зеркальное отражение, то есть полностью отсутствие того, что есть у этого. Это другая крайность. Это все равно, что господин и раб. То есть, есть господин, а есть невольный. Мы сам потом к этим словам подойдем, когда с фамилиями начнем разбираться, вы же не думаете, что я. Когда разберемся еще с этими словами, вы поймете, как рассинхронизирует вот это вот психическое наше время. Так вот, что такое жизнь? Для себя на сегодняшний день, если мы пока ехали в поезде, написал, жизнь — это движение, поиск информации и переработка во всех ее формах, которые существуют на Земле. Понятно, да? То есть, что мы с вами такое? Мы с вами есть некое движение, которое получает эту информацию, перерабатывает, перерабатывает и в каких бы формах она ни пребывала. Самая простая форма информации какая? Пища. Пища. Без пищи мы можем жить? Не можем. Глаза закрыты, существовать можем. Много таких, кто лишен зрения, но однако пребывают в этом мире и живут. Поэтому пища — это самая доступная информация. То есть, информация о животном мире, которую мы в себя вбираем, потребляем ее. Наш желудочно-кишечный тракт что с ней делает? Ее расщепляет на первичные кирпичики и потом мы с этих кирпичиков строим собственное тело. Так или нет? Из этой информации. А та информация, которая нам не нужна о животном мире, она все куда выходит? В анальность. Поэтому национальность. Чувствуете тоже вот, да? Говорят, националист. Кто такой националист? Человек, который функцию распознавания свой-чужой, национ, наш он, да? Распознает через анальность. То есть, педерасты. Вот нам в семнадцатом году пришли педерасты к власти, они нам ввели эти национальности. Русские, допустим, украинцы, белорусы. Вот мы сейчас с ними живем, не понимая, что это такое. Вот те же движения, которые, скажем, по Москве ходят, у вас тут в Питере, русское движение, да, русские вперед. Кто это такие? Националисты? Да, ну, националисты. Они организовывают, аналисты организовывают. А молодежь, которая считает себя русскими, идет, ну, цвет лица белый, вроде как наши, ну, почему-то себя считают русскими. А кто такие русские? Я уже сколько раз говорю, что слово состоит из двух слов. Раньше на Руси населенные пункты назывались с китами или с куфами, в зависимости от того, было ли там капище такое, или просто была эта штука, священная листья. Так вот, если кто-то втягивался в орбиту Руси, к русичам приходил, пришлый, так называемый, он, кажется, прилагательный к нам. Он приложился вот к русской культуре. Он стал каким? Русским. Поэтому, если он грузин, то он стал русским грузином. Если он еврей, то он стал русским евреем. Но мы же не говорим еврейский русский. Почему все анальности, словно существительные, да? А русский это прилагательное. Даже вот сказать так нельзя, но мы вот считаем, потому что есть какие-то русские. Кто такие русские? Это те малые народы, это инородцы, пришлые на Русь, которые к нам пришли, чтобы научиться, чтобы мы им знания дали. И получается, что пришлые русские задавили теперь русичей, пошлых. Навязали им, что? Своё видение мира, исказили картину этого мира и управляют нами. Вот через такие механизмы. Поэтому русский националист это кто? Представитель национальных меньшинств, проживающих на территории Руси. Но еще и с наклонностями педористическими. Потому что через анальность все это дело свое чужое распознавание. Вот когда мы начинаем на русском языке все это говорить и озвучивать, становится понятно, что происходит. Поэтому русские вперед можно перевести как? Евреи, грузины, армяне, татары, таджики, узбеки и прочие вперед. Вот это русские. Но славяне и русички к этому отношению никакого не имеют. Они просто должны дорогу в Каз показать, дорогу показать, в каком направлении идти по пути духовного, эволюционного развития. И почему самоназвание других малых народов сейчас славяне взяли себе тоже что большая загадка. Как вы думаете, это способ управления рассинфровизацией психического времени или реального времени? русский. Ну как вы лодку назовете, так она и поплывет. Как же я могу быть русским, если я русич? Рус. Русский, он пожалуйста. Я приехал в Москву, там где славенизация проведена недавно в ноте. Пришли в гостиницу, я вот рассказываю, впечатления такие вот, подходят, темно-ягодичные. И забирает у меня эту сумку. Мне отдавать ему не хочется. Зачем мне его вибрации, его это все, его психическая энергия на моих вещах? Ну вот обработает. Зашли там в кафе суши едят, что-то с суши, японская кухня связана. Что там думаете, там японцы или кто-то другие, там русские, ну таджики. А наших вообще нет. И такое впечатление, что от Москва, я не говорю о тех, кто улицы подметает и убирает. То есть вышли на Красную площадь, было уже поздно, ну что думаете, там хоть один, то, что красное и главное в России пришлое, только пришлое, ни одного пошлого нет. Вот мы туда зашли и пошлое, посмотрели на все квадратными глазами, и стихой грусти оттуда удалились. Вот ощущение такое, что зачистили, нет народа совершенно. И самое главное, что у этого же народа нет понимания, что же произошло. Это как у вас в Питере, помните, молились тут, и баранов резали, все, что хотите. То же самое. То есть пришлое, и вам начинают навязывать пошлым свои традиции, свою культуру, свою религию. Так вот, с жизнью разобрались, да? То есть жизнь, это движение, при которой мы начинаем получать информацию, перерабатывать эту информацию, в каких бы формах она ни была. Это и пища, это и через глаза идет, и через средства массовой информации, это и медицина, через лекарства мы информацию получаем? Получаем. Образование получаем информацию? Получаем информацию. А теперь давайте так, вот весь этот информационный пласт, который мы перерабатываем в течение жизни, для чего мы все это делаем? Вопрос, зачем? Смысл какой в этом? Ну какой-то смысл есть, да? Раз мы каждый день перерабатываем информацию. Какой смысл? То есть мы через информацию и форму, через разные формы познаем материю, мир. А что у нас вот все это называется, когда все это вместе? И когда мы все это не разделяем? Как это называется? Есть слово русское, какое? Что поддержало богатство, богатство, материи, вот если мы по буквице скажем, идем, но все это находящееся еще в гармонии. То есть если мы только говорим, что вот у нас разнообразие материи, пребывающие в гармонии, то все это называется Бог. Если в гармонии она находится. но если мы уходим в мелочи и разрываем эту материю и говорим, что вот это плохое, это хорошее, то это откуда у нас все идет? Вот от этого, от Господа. Но как только мы говорим, что все это едино, и пришлые тоже в общем-то, для чего-то они нужны, через них мы какие-то уроки отрабатываем или нет, через причину отрабатываем. Они же нам о чем-то говорят, они же нас как-то будят. Значит, что это? Когда мы воспринимаем все это вместе как гармонию, тогда мы находимся в чем? В промысле Бога, когда мы начинаем информацию богатства, материи, находящейся в гармонии воспринимать как единое целое. Вот эта категория, она спасет, так и называется. Он к-он. Вот к-он. Как раз все находящееся в гармонии. Поэтому первый закон, скажем, единство и согласие противоположности рождает мир и порядок. Что сделали господа через большевиков, которые пришли в прошлом веке? Они нам тот же закон как перефразировали? борьба противоположности. А мы говорим согласие противоположности. Единство и согласие рождает мир и порядок. Вот вам тоже один способ рассинхронизации психического времени и реального. русичи. Азмом может стать только русич? Нет. Русичи это все. И жить тоже. И нежить может быть русичем. Если на это дело присел и изгой. Он тоже русич, но он изгой. А? Азмом может стать только русич или русский может стать русичем? Нет. Вот это все называется вместе русичи. Русы. Или славянами. Вот это все вместе. Это на такие ванны, на такое вот. Вот это все разделение в зависимости от уровня развития души. Вот этот великодушный, этот душевный, люди на нас кто? Молодушный, малодушный и бездушный. о чем это говорится? О том, что молодая душа пришла в этот мир, на эту землю и отрабатывает только эти качества. Это все русы. Это все русы. Вот это варны, касты, разделение по цвету. По цвету души, варны это цвет по-русски. Касты. Так вот разделение души по цвету это есть уровень духовного развития. Но при этом у русичей и у русских вот допустим на земельских собраниях на копе вот эти все имели одинаковые права. То есть права были равны. И жить, если он домовладелец и хозяин имел право голоса на вечер, и людина, и человек, и аз все имели одинаковые. Просто ворвели власти выбирали как правило вот эти. Этих никогда не выбирали. Потому что молодая душа пришла, представьте, вот он отрабатывает какие программы, придя в этот мир. Убей, укради и так далее. Вот сейчас они у нас как раз у власти. Но они русичи. За исключением в среднем звене. Выше никого там признашили. Вы же сами понимаете. это категория это все относится к русичам. Да. Вот это все вместе русичи как единая система. Но различный уровень душевного развития. В зависимости от того, сколько раз душа воплощалась на земле, какие уроки она уже отработала, освоена. У-рок. То есть рок. Какие уроки она извлекла и построила людей. Вот тот, кто приходит это душа. Духовные структуры. Вот начинает все устраивать. Начинает осваивать психическое время. То есть свою психику как раз уводить из мира иллюзий, из мира майни, который создают вот эти нам ребята. Как определить русичи или не русичи? Да кровь сдайте на анализ. цвета не русичи. Ну цвет. Антропология слышали когда-нибудь? почитайте. Вот возьмите Герасимова наши мы и они есть такая работа труп. Напишите поищите какая форма носа какой разрез глаз какие уши разные мы все форма черепа так это вообще там вы Галкина видели губу? У меня же не такая герасимов поэтому с этих вещей начните начните различать это состояние души это жрец жизнь рекущая после этого уже на земле не воплощаются ему смысла нет воплощаться он уже свое время психическое ввел время реальное он все уроки прошел которые можно пройти на этой земле и больше ему здесь нет смысла находиться за исключением какой каких то добровольно соглашается вот этих и этих выводить на свой уровень то есть они здесь остаются и их миссия давать знания вот этим для того чтобы вот все это вот раньше на копе на вече все это и было так вот эти учили эти и на копе происходила передача информации обучение как стать из бездушного великодушного вот почему копу уничтожили как система управления ну система вечевая была слышали слово вече то есть совещались вот на вече на земских почему сейчас Путин я уже говорил с Нодовсками встречался президент говорит ваш лидер вашего движения говорит что давайте самоуправление земством а все не знают что это такое так вот это как раз научение как из бездушного сделать великодушного расскажите какие вармам какие цвета соответствуют цвета что имеется вы говорили о том что здесь до фиолетового а здесь красный берите цвет каждый охотник желает знать здесь сидит фазан переходные эти вещи как раз цвета радуются а нижний черный отсутствие цвета вот это черная 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 вообще без цветовых включений да то это кощей да это кощей ну почитайте антропологию посмотрите допустим славяне возьмите посмотрите англосаксы какое отличие формы черепа разреза глаз вот эти же вещи когда понимаешь англосаксы 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 ну отчасти отчасти таджики точно так же гаплогруппа показывает что там 50% или 40% таджики не могут быть 50% нет там у них 40% по-моему или больше процентов вот та же гаплогруппа которая считается основной славян R1A1 вот R1A1 допустим в той же Великобритании как она появилась там жило славянское племя бритов бритя так называем бритя когда туда пришли англосаксы это смесь манжуров китайцев и монголов вот тех которые сейчас называют не монголов а монголов и когда они смешались с женщинами славян то есть они мужчин всех вырезали поголодно всех до одного а женщины пустили на расход на улучшение своего генома вот так появились англосаксы ну да поэтому а сами англосаксы это смесь в общем-то с человека с архантропа так называемый были то есть если брать германцев то это или в англосаксах там очень азиатское преобладание от синантропа но еще очень много с манжурского допустим языка тоже почитайте эти вещи они все в интернете сейчас есть то есть как все это создавалось как все это дело да используя наши геномы наши ДНК они лучше они подняли свое но звериное начало у них от этого не изменилось вот возьмите картвелла картвельские группы они от чего произошли смещение человека и неандертальца берете басков в Испании и грузины берите форму черепа берите все остальное волосяной покров на теле вам расстегнут сейчас у меня нет такого поэтому вот просто наблюдателем надо быть тем более в языке все это дело осталось дальше это специально нет это не специально вы правильно абсолютно говорите потому что вот это все находится в движении вот это буквы сотворяешь так или нет то есть вот эта материя находящаяся в гармонии в движении она постоянно находится я же говорю здесь не мерки жна то есть вообще не написано правильно буквы ци 4 это вот образ который говорит о том что вот это находится в постоянном движении эволюционирование не развитие эволюционирует потому что канат берете фарш скрученный да начать ее развивать на отдельной ниточке это есть развитие то есть это цивилизация непонятно ну смотрите вы увидели как ну увидели ци энергия ну везде во многих языках она так и осталась древнерусского вилла видели то есть разделение первичного потока на дискретные составляющие ци виллы за и опять ци я то есть разделение первичного потока энергии в дискретных составляющих уничтожения чего чего культуры культ ура вот все языке спрятано вот это вот уничтожение вот сейчас цивилизация уничтожает землю понятно теперь почему вот безудержное потребление 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 приводит к чему обнищание получается материальных ресурсов земли то есть мы земле цивилизация не дает земле развиваться как сущность живой поэтому рано или поздно сейчас земля встанет на дыбы и скажет нам узнаете вы паразиты вы уже надоели поэтому цивилизация нам не подходит давайте культуру да я вот такой вопрос а к чему вообще это развлечение вот например у меня мама русская вроде бы папа украинец и соответственно себя взятла и понимаю что татарина часть вот давайте теперь давайте теперь обозначим те слова которые вы сказали когда пришли большевики знаете какой национальности до этого не было национально не было такой национальности русский это все лайба давидович бронштейн полуначарские компании которые ввели появились русские мы уже обсудили кто такие русские появились украинцы по весь белорусс до этого не было возьмите тараса григорьевича шевченко вы в его произведениях которые три четверти на русском языке не найдете слова украинцы откуда вы взяли вообще национальности украинцы то есть вам кто-то сказал что в прошлом веке никто пришли под названием большевики лица библейской национальности принесли слово вы теперь пользуетесь этим словом и ведете рассинхронизацию своего психического времени с реальным временем вы сказали что у меня и мама относится к русичам и отец к русичам тогда с вами согласен что вы тартарин тартарин была великая тартария до 19 века была еще всем известна сейчас все они и забыли почему-то вдруг за эти вот сто лет пока были большевики за 70 вспомните фильм когда смотрит на гришку мелехов отец лучший казак это тартарин тартарин тартары тарх и тарх боги покровители великой тартарии империи которая создана чем империи имени перуна все есть в языке только разберитесь с языком когда не будут у вас родители русскими украинцами будут русичами как различить да тогда мы говорим что это тартар но великие моголы вот ваши предки моголы тартары но русич вот и все вот так происходит объединение нас вот разделили вот этими вещами на русских на украинцев на белорусах все это намерено вот эти ребята пришлые я пока не оговорил свой реинкарнации не произносить я своему ничьи вопрос так вот жить он доходит в каком-то состоянии даже здесь у нас но он это понимается если он доходит до этого уровня у него уже развлечение появляется начинает понимать вот этому об этом развлечении может только дать информацию этому вот что говорите что не говорите стена вот глаза которым ничего не видит у него нет инструментов для развлечения этих вещей а вот это все братья как раз мешает этому начать движение сюда какой смысл души то что она была раньше если вот я родился я не помню кем я был раньше это душа сама душа приняла такое решение что я в прошлом воплощении в богатстве материи находящейся в гармонии в виде икона отработала всего несколько дела вот здесь дела здесь дела здесь а вот все остальное это не через себя тела бога не познала приходит следующий раз 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 вот столько попробовала вот уже больше знает то есть информации больше взяла она жила отсюда жизнь до приходит следующий раз и вот так раньше говорили сдюжить накапливается да но поэтому вам памяти отключают до определенного момента память здесь не включается когда вы приходите в таком состоянии вот тогда вас родовая память открывается вы возвращаетесь в кону и как раз попадаете в синхронизацию психического ваше время души с реальностью выпадаете за люди которые нам создали вот эти товарищи да вопрос такой вот может не любить например в своем развитии обзавестись душой в этом и вся прелесть промысла божьего русской культуры до зависимость в отличие от цивилизации когда мы этих даже должны перековать на свои но мы почему пошли вот мы их допустили к себе нельзя было этого делать но мы думали что мы настолько сильные что сможем выдержать и на навал вот не выдержали на определенном этапе как это дело всем происходило. Вот были населённые пункты в которых жили русичи русы и пришлые там не жили они если были пришлые то тоже были русичьи 보�duld динамо росхи если они были и народцы другого рода у иного рода то их дальше тоже которая находилась за пределами населенных пунктов их не допускали. И вот тогда когда мы допустили в свои селения нам пришло и поменяли все что у нас есть таким образом они начали просто вот заходили вот так как сейчас москве официанты убирают гостиницы там подносят но это я вот ощущаю от них вибрация идет не надо чтобы он что-то делал я-то ощущаю воздействие на себя а вот скажем не ощущаю если этот находится рядом с ним то он заражает информационным эти вирусом вибрационным и его мало того что бездушный так он его еще вообще опускает на не забирает у него жизненную силу люди вы тоже не ощущали нет то есть человек этот начинает уже воспознавать а сейчас в объяснении употребили слово должны почему почему мы должны ну потому что у нас долг есть перед вот этой материи которая находится в гармонии познать познать это все слово долг долг то что долго не отдают у меня некоторые клиенты говорили буквица вспоминаете увидели буквица это какая буквица добро так или нет на мой чего кола кона которому постоянно говорит так или нет это что люди люди да это что движение движение глагол в данном случае глагол если вначале стоит это как вот слово движение но это сотворяши то есть людина должна постоянно сотворять движение через добро который кона и познавать бога таким образом еще такое слово тягло то что я сейчас делаю это мою тягло а ваш долг чувствует разницу да я уже это съел мне это интересно но я тяну я получил уже эту информацию ну смысл мне еще раз получать а для вас долг получить информацию и переработать и использовать потом поэтому одному букву командую чтоб направо собой до другому слов если он а кусок он собака а вот уши на четырех ногах бегает этот пёс не пёс не до боль абсолютно мотивация и вот она возникает по кроме того как начинает формироваться душа и чем больше душа формируется тем вот этот зов души вот эта мотивация тем вот эта воля от воли зависит от этого эти воли не имеют они безвольны вот этот уже волю получаю и вот его воли начинает гнать начинается гон понятно да но когда ему страшно и в поле один и прочее костер разводит чтобы что сделать по вон разогнать все чтобы свет был когда тьма либо когда холодно все слова не несут информацию попробуйте различить слово огонь и пламя в степи не может быть пламени печь печи может то есть каждое слово несет свою свою смысловую нагрузку и вот это развлечение у нас как раз и забрали именно вот это развлечение убрав рассинхронизировали как раз вот это время психическое и время что реально и наша с вами задача какая начинать сдвигать поэтому из эмоционального бездумного реагирования на информацию мы должны перейти с вами какой рациональный то что мы сейчас делаем так или нет режим и вот это время сокращать 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 и потом прийти все таки вот к тому что должен просто скачок с определенной точки ну что дальше уже как-то не сокращать на приходишь пониманию того чтобы сколько информации не собирал это вот это все до бесконечности и беспредельно и смысла в этом нет поэтому рано или поздно останавливаешься начинаешь заниматься чем качественным преобразованием самого себя то есть бессмысленно искать информацию самое главное понять вот ощутить себе потребность внутреннюю этот зов души как только ощутили его не нужно читать не нужно никуда бегать за информацией хватит потому что дальше нужно качественно с собой работать проявить волю чтобы сделать этот скачок и так мы с вами с двумя только категориями разобрались это жизнь и бог то есть вообще понятно о чем речь идет это на сегодня но если завтра соберемся это не значит что мы будем говорить об этих вот определениях будут другие потому что мы завтра с вами будем другими после сегодняшней встречи поэтому что вот сейчас сделать желательно было сделать вам во первых сесть и расслабиться убрать все мышечные напряжения в теле сесть ровно позвоночник натянутся вот он был натянут и взять просканировать теперь собственное тело на предмет зажимов в физическом теле то есть где какая мышца может быть там перенапряжена то есть расслабить не получает нас возьмите напрягите специально и расслабься просканировали все то есть ваша задача сейчас какая свое внимание отсюда с доски перенести внутрь собственного тела вот куда ваше внимание туда и силы вот если вы будете удерживать внимание внутри себя но при этом меня слыша будет максимально эффективное поглощение информации потому что вы себя контролируете вы бдительны вы свое внимание не выпускаете из себя но чтобы его не выпустят его нужно откуда убрать вот из этой части то есть если у вас внимание только здесь то появляется мысль который вас вытаскивает и у вас уводит и в том числе силу ваших забирать поэтому опустите внимание вот сюда можете в коленку опустить можете в палец ноги большой опусти и держите его там если будете там внимание удерживать но при этом прямую линию между ушами если не чертить вот прямую линию восстанавливаете вот здесь посредине находите точку если своем внимание помещаете сюда вы выводите внимание из коры головного мозга и вас мысли могут остановиться вот здесь услышите свист прям услышите свист а называется великом спасти упражнение сверчок это хорошо люди 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 будут даже человек не обращайте внимание свист он постоянно будет потом вообще он вас будет сопровождать постоянно это тогда когда клапан открылся силу начинает вас ходить а вас канал еще тоненький и он свистит будет поэтому это начинает расширяться потом будет все изменяться частота изменяться потом вообще все пропадет то есть вы сверхпроводником встанете когда когда и свист пропадет но это понятно да поэтому внимание как минимум держите здесь тогда мысли здесь не появляется чтобы я не говорил вы не будете информацию с помощью вот этого органа вытаскивать с вашего позвоночника и ее сопоставлять с тем что вы знали раньше то есть вы тогда получаете новую информацию если вы начинаете сопоставлять вы уходите в прошлое ловитесь на что на ментального беса мы в полемику с вами вступаем мы с вами не встречаемся мы с вами что сталкиваемся сталкиваемся ментальными бесами поэтому эффективность получения информации падает получается рассинхронизация времени психического и времени реального вот если вы опускаете внимание сюда или скажем на подбородок или на пятку вы тем самым сокращаете вот эту рассинхронизацию времени психического и времени реального попробуйте то есть уберите внимание с головы чтобы мысли не было на палец можете насквозим на указательное внимание чтобы потеплело чтобы тепло появилось совершенно другой режим работы вашей психики поиграйте с собой сейчас вот этим занимаетесь периодически да будете выходить будете за пределы выходить будете в доске обращаться к тому что я говорю но вспоминайте страшно в этом ничего нет если вы вышли не надо себя за это дело каким-то образом винить ни в коем случае это игра вот когда вы поймали себя на мысли что вот внимание ушло и она у меня с пятки перенеслось здесь уже появились какие-то мысли это уже поймали того беса который вас уже схватил и потащил поэтому вот этому состоянию стоит только улыбнуться и вот чем чаще вы будете выпадать из бдительности ваше внимание уходить то есть вот эти вот колебания тем быстрее вы придете вот к этой синхронизации поэтому без всякого напряжения тогда когда вы полностью успокоили тело вот когда вы покойный буквица покой в этом случае начинает ум двигаться то есть когда тело беспокойно ум в суматохе находится вот для того чтобы ваш ум стал живым и подвижным для того чтобы все это воспринимал вы должны убрать оттуда мысли и когда вы становитесь чистыми вы начинаете воспринимать информацию без искажений без зеркала без вот той лупы через которую все эти и фильтры и вся эта информация проходит поиграйтесь то есть вот тут игра должна быть ни в коем случае вам не получилось внимание куда то что я вот такой или такая не хорошая нормальная совершенно просто играть ушло внимание вы опять его вернули туда ушло внимание вы его опять затянули опять туда то есть вот если бдительно будете относиться к точке пребывания вашего внимания вот это как раз и будет игра вот психическим временем то есть вы тогда поймете что она у вас начинает пошкалил но как только ваше внимание захвачено кем-то допустим какой-то мысль сидите часы думаете какую-то мысль вот вы думаете жуете считайте все ваша жизненная сила пошла ее забрала вот эта мыслеформа которую вы думаете она внешняя посмотрите откуда она приходит и что она с вами делает она зашла подпиталась забрала у вас силы и ушла приходит следующая мысль это наворовала приходит следующие это наворовала это 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 вот так вот постоянно наш ум работает их давая нашу жизнь поэтому отслеживайте мысли смотрите как она зашла сколько на зла на если только вы обратите внимание эту мысль она дальше не будет шкода и вас там делать она просто уйдет смысла и не если вы ее заметили она тут же уходит но заметили как нужно выделить у себя где-то внутри там в мозгу вот внутреннего наблюдателя который будет за вами наблюдаем то есть сами за собой наблюдаете это первый этап пока не придете к состоянию когда наблюдаем о ей и наблюдатель становится одним целым кодом да еще вопрос сейчас куча литературы есть куча литературы есть ну типа там франссерфинг там все такое управление своим там исполнением желания вот эти вот внутренние наблюдательные опять же такое память и есть да и вот человек начинает ну не влюблено не знаете ладно или сам вот эти картинки вся в голове вот это как опасно опасно это игра это не опасно и вот это игра это урок вы школе когда вы учились ходили на все предметы на все ну и говорит так вот я сегодня на биологию пойду на физику не пойду могло быть так вот могло но тогда вы будете как-то отвечать за то чтобы не получите эти знаки так и тут надо и через это пройти но вы к этому относитесь нормально зачем идет речь как вы нарабатываете информационное поле грубой материи пищи то есть мы попробовали сегодня это завтра попробовали это вы можете примерно сказать вот какой вкус имеет плод или фрукт или где-то что которую вы не видели не даже не знаете что он есть нет поэтому все попробую так но дело когда вы скажем попробовали манго и будете да я знаю как теперь манго на вкус какой у него вид и я если где-то я воспроизведу все это дели но если вы говорите все я теперь борщ кушать не буду буду каждую буду питаться только одним манго вот получить это трансфер ну без фанатизма мирно во всем так же давайте шоу нас там дальше с вами по словам как с вниманием работать поняли какой заповеди это относится умеющий слушать да услышал это как раз оттуда как свое внимание все-таки поместить в точку при которой ум замолкает но становится живым и начинает воспринимать всю эту информацию вопрос какой-то да правильно я понимаю что вот эти варны правильно понимаете если ты скажешь что неправильно плюньте ему под ноги это как бы уровни успокоения то есть жить вот как сегодня был ну да уровне успокоения то есть у нас лучше смирение чем успокоение ну успокоение мысли то есть сегодня я думаю смирение чем успокоение ну можно и так пока и в случае жизни что на лестнице сидел и как бы к нему подошли и он человек начинает оценивать что он сидит на лестнице меня сейчас наругают за это то есть как бы человек начинает колебаться и если ас он бы посмотрел и прошел дальше он бы не стал оценивать что он вы смотрите да у господина появится большой страх что он сидит на лестнице меня могут уволить его там надо убить и так далее но высокие как бы колебания нет какая то есть у вас претензии к пьякам ну нет а к пьякам а к блохам есть претензии вот так же и к господам у них функция такая то есть ваша задача либо дать им все равно либо не давать но это выбор если вы даете то они под потянули с вас начинают сосать начинает вас что успокаивает если вы себя смирите то вы не дадите им себя успокоить разницу между словами понимаете накладывающий успокаивается поэтому здесь нормально все все пробуйте вот пока все не попробуйте не будете иметь об этом понятие не будете иметь понятие как вы с этим разберетесь понятно так давайте мы с вами вначале не определились как с режимом работы как вы выдерживали до конца побегу не выйдет потому что там и кому-то человек потом почему вот скажем перерывы нужны воды нужно пропить вам нужно осадить информацию которая и потому что вы не сможете потом внимание удерживать где-то в какой-то точке переключиться мне все равно поверьте я сейчас встал на хваток а мне хоть серый хоть белый но я прекрасно понимаю что половина уже спит не воспринимает поэтому давайте так кто у нас тут кем вы иван поэтому давайте определимся по времени и вот академически кто-то чтоб за этим следил потому что чтобы не выпадали просто поймите правильно вот что за нато то нездраво поляки у нас пять часов с вами у нас времени вот еще выпадите вас а поэтому сейчас дальше дальше начинаем идти как только вот совсем устали уже да тогда покрутились перекрутить воду обязательно воду если у вас у каждого было сейчас по бутылочке воды сидели пили я за вас был бы спокойно а сейчас получается в шлокировке информационный в организме поставить 15 минут и дальше идем да так вот кто вызвался тут будет заходить совсем следить объявляет еще полчаса работа полчаса работаем все значит полчаса на 15 перерыв а потом у нас тот кто следит за временем на копе тоже такой человек был четко определял режим работы потому что эффективность начинает падать вот нужно просто под поймать этот момент как только уставаемость начинает появляться нужно что освободить внимание дать ему побегать водой это дело все вас одни всю эту информацию а потом опять включаемся в работе дальше продолжаем работать так дальше у нас с вами что у нас тут а свобода слова этимологию слова свободы все знают или написать что это означает пишем да давайте так опять же здесь возвращаемся коном вы понять это . раз на это обувь получается на обувь это в коне после образа это предел закона понятно да то есть если человек только или людина или смерть без разницы вот через этот обувь сюда в обувь и попасть не может то он не выполняет свое предназначение пороса он идет против бога поэтому этим словом обозначались те кто бога борцы идущие против бога вот так здесь буквица о вычленяет вот именно вот это этот союз буквиц а эти отводят то есть от истока уходит человек человек конце слова это будет вернее а аз козы слова лучше это человек то есть если он будет попал в этот обувь не может центру пройти козу он богобой идет против то есть вот он извне занимается сбором потакает весом собственно и так далее так если только мы здесь вот меняем буквицу у нас начинает здесь прессовываться группироваться буквица совершенно другой порядок и другие законы если буквица а появляется буквица а получается с вас есть отличие а я разные значениями она здесь не на первом месте а здесь находится поэтому этот свободу но здесь у нас такая конфигурация получает такой свобода порядок мироздание это вот это означает вот сначала скажем знакомые вас вот эти совокупность до свадьбы скажем сваго сварок и так далее если берем медическую концепцию нашу древнюю очень много слов со сваночного все что связано с небесами не с небом а с небесами то есть небеса это там где нет беса а небо это там где нет бога то есть все опять шиворот на вывод перевернут так вот это у нас порядок мироздания созданный теми богами уже в данном случае и все это данное кому в конце буквица а человеку то есть если а в конце слова то оно означает человек а что там делать зачем мага числа а ну это подобное то есть понятно чем отличается это да то есть вот это вот одна буквица она полностью меняет значение этого слова потому что новая совокупность появляется идет совершенно другое наполнение поэтому это богооборцы те кто идет вот русичи руси вот это их стезя а пришлых вот и это стезя ну и такая задача у них такое тяго они кстати добросовестно выполняют поэтому с вами находимся в таком состоянии уныние если вы не про как плохо выполняли свои обязанности мы до такого состояния вне опустились ну значит так получилось где-то они нас переиграли на каком-то этапе понятно да с этими двумя категориями да идти против это же энергетическую соображение почему все равно что к нему идем если мы говорим что это все единая система она находится в гармонии то и через шуйный левый путь можно только тоже богу прийти только он что сложнее потом на выходе десный путь труднее а этот сложнее потому что он какой с ложью идет с поверхностной информации поэтому левый путь сложный а это трудный если собой но это все равно единая система и вот когда вы начинаете понимать что-то единая система что все это в гармонии находится это бог у вас нет дуальности нет разделения раз нет дуальности разделения то у вас что психическое время начинает сближаться с каким с реальным время только делите говорить что вот это хорошо а вот это плохо вот все начинаются проблемы это и не хорошо и неплохо это просто так есть но у вас есть священное право выбора идти либо этим путем либо этим путем и священный добра выброс никто не имеет права забрать это один из основополагающих законов мироздания понятно вы просто выбираете у вас и этот путь пожалуйста идите если есть силы идите но сложно это трудно поэтому выбирать что вам по душе поэтому левые те кто идет под леву под тотемом льва вторые они идут шуйным путем но все равно в богу идут какая разница ну путь у них такой поэтому когда люцифер создавал силу денег он уплотнил настолько тонко материально что поставил башка господина над этой силой под именем яхва и вот вторые выбрали себе его своим что господом и вот на этом этапе они перехватили управление то есть они взяли с тонкого плана эту силу денег в явном мире здесь у нас поставили человека духа который через себя стал эту силу проводить и взяли создали деньги так называемые и создали силу которая нами сейчас и управляет доставайте не верите если рубли смотрите какая там символика какая символика временного правительства мало того что такое допустим баночка 1 н амбр украины что ваши этапы рома с точки зрения выберем предприятие обычная да есть генеральный директор есть донный бухгалтер и из бухгалтере есть касса в банке еще другие пункты вот и национальный банк украины и банк российской федерации ты здравым вот это обменный пункт они даже функций кассира не выполняет вот когда украине сказали в он деньги дают в октябре месяц Возьмите, он говорит, о, хорошо, давайте, на счета Национального банка Азарова, говорит, засылайте эти деньги. А ему тот, кто пришел, говорит, Азарова, у твоего банка нет полномочий таких принимать деньги. У тебя обменный пункт, поэтому эти деньги примет Дойче Банк, который у тебя является кассой. А у вас, кстати, то же самое, чтобы вы понимали. В Центральном банке России это тоже обменный пункт. И доллар привязан как раз, вернее, рубль к доллару привязан, точно таки как гримни привязан. Доллар к рублю привязан. Поэтому сейчас идет война. Есть провайдеры, допустим, есть провайдер доллара, есть провайдер рубля, есть провайдер юаня, есть провайдер иены и так далее. Вот основные. Вот сейчас у нас тепло. О чем это говорит? Что провайдер рубля встал вот так вот в позу буквицы ферд и говорит провайдеру доллара, слышишь? Сколько тебе там завтра? Минус 50 сделать на твоей территории? Сейчас получишь. Смотрите, что делается в Америке. Понимаете, что происходит? То есть на уровне провайдеров идет война. Кто кого? Пока наши давят. И мне вас и поздравляют. Слово провайдера – это продавец? Нет, тот, кто проводит силу денег. Не продавец, а представитель, да. Представитель силы денег. Так, со свободой разобрались, с этими понятно. Так, дальше у нас идет с вами степени, какие бывают этой свободы. То есть мы с вами понимаем, что и этот, и этот. Для того, чтобы нам с вами пощупать, нужно понять, а как можно все это дело разложить. Потому что вот целиком, чтобы это понять, ну хотя бы. Приблизительно, какие бывают степени свободы и свободы. Поэтому переходим к новому, здесь пишем. Я к вам стою. Где лево и право? У меня справа лево, да? А слева право. Все наоборот. Хотя мы, кто в армии служил, знаем, когда командуют, что нужно туда. То это налево. Так же в церковь заходите, там тоже все шиво от народа. Вы зашли, а считается оттуда, от алтаря. Так нас тоже ловят направо и налево. Думаете, что вы пошли направо? Нет, налево пошли. Чем определяются степени свободы и свободы? Примерно, по ощущениям. Что скажете? Болей. Болей, что тебе человек позволяет. Но если у вас дедушки есть, то у вас будет определенная степень свободы? Если у меня там в кармане совсем чуть-чуть, то у меня есть степень свободы такая. А если у вас там на карточке столько, что вы ни в чем себе не отказываете, то у вас степень больше свободы? Абсолютно. Больше. Итак, мы сюда первое что пишем? Деньги, да? Деньги. Запишем. Деньги. Какие еще будут мысли? Власть. О, точно. Власть. Еще что? Секс. Абсолютно то, что секс. Поэтому и ходим, и бегаем. То есть мы с вами выходим на три силы, которые нами управляют. Так или нет? Нами управляют с помощью силы тени, силы власти и силы секса. В зависимости от того, как вы получаете доступ к этой силе, определяется степень вашей свободы. Так вот, еще свобода, если мы это все вместе возьмем, какой еще мы сюда, мы говорим, мы разовы берем понятие, общие. Какое еще допишем сюда, чтобы сказать, что вот наша степень свободы больше? Отсутствие детей. А? Отсутствие детей. Отсутствие детей это значит, что вы инвестиции можете потратить на себя. А дети это инвестиции с непредсказуемыми последствиями. Вот некоторые вырастили детей сейчас. Дети разбежались, не знают, что делать с инвестициями, которым не положено. Страхные физические силы ваши. То есть мы берем нечто облеченное. Согласны? Да. То есть чем больше вы информации владеете, тем больше у вас степени свободы. И у вас тогда есть возможность на определенном этапе, имея большую информированность, перейти к степеням чего? Свободы. Поняли, да? Вот мы сейчас с вами находимся в этой категории. Нами управляют деньгами, власть, секс и информация. Средства массовой информации, образование, там все-все-все. И пища в том числе, в супермаркетах. Ресурсы, рамки, что мы сюда вводим? Что такое ресурсы, что такое рамки здесь? Ресурсы? Да. Рамки, вот что мы сейчас делаем? Рамки свободы прописаны? Нет, мы степени, мы не рамки. А, степени, все. Слова. Рамки и степени – это разные вещи. То есть мы говорим, что есть степени. Мы все находимся в рамках свободы. То есть нас заключили в рамках. Какие в рамках заключили? Вот в этих, вот рамки, да? Но мы в этих рамках можем двигаться в определенном направлении. Так или нет? Вот это и степени свободы. То есть мы говорим, вы говорите, что мы граждане. Мы за гратами, за ограждением находимся где? Чего? Россия. Вот вас здесь в колонии заперли, а нас там в Украине заперли точно так же граждане. Мы за гратами находимся, за ограждением находимся в рамках. И наши вот эти вот рамки определяются степенью свободы. Как только появились деньги на билет, можно в Питер приехать? Степень свободы больше. Вот еще, наверное, раз приеду мне сказать, так, слушай, хватит ездить. Сиди там, в Киеве. Понятно, да? То есть рамки и степени. Вот по словам сразу чувствуете, какое слово, а что означает. Так, какие предложения тут по свободе есть? Знания. А? Знания. Ну, знания, да. То есть если у нас только информация нами переработана, то у нас становится чем? Знаниями. Тогда мы можем перейти к степеням. Вот сюда, свобода. То есть это способ, но не вот, а чем вот, как вот измерить, вот здесь вот это, а тут что? Если мы говорим, все это связано с небесами, с мирозданием. То, что богами, богом дано человеку. А что богом может быть дано человеку, давайте думаем. Боже, что бог. О! А любовь, что я. Так. Так вот, мы говорим, что знания, да? Но чем больше знания, тем больше что? Вот ведственность. То есть знание превращается у нас в ведание, да? И как только ведание мы обретаем, мы становимся от ведственными. Вот степень свободы определяет от вед. Ответственность. Понятно, да? Но ответственность появляется только когда мы информированы. Все это переживали, перемолотили, превратили в знания, да? Затем знания превратили в ведание, и только это вы получили вот это вот ответственность. Вот оно определяет степень свободы. Мы в рамках ответственности можем двигаться по конам. То есть у нас тут уже не рамки. Если здесь у нас квадрат Малевича с вами, да? Нет. Рамки. Вот квадрат Малевича, черный. То здесь у нас с вами кон. И мы в рамках кона можем, в зависимости от нашего ведания, иметь степень свободы. То есть тут квадрат, тут кон. Понятно, да? Шара объема не имеет. Поэтому если у вас знания большие, то эта шара становится безразмерной. Размеров не имеет. Идете к Богу. Потом сами станете Богом. Если вот эта всегда имеет размер, то вот эта размера не имеет. Поэтому новые русские так и говорят. Папа, объем шара какой? Шара объема не имеет. И стою. Да? А еще раз можно про ответственность и про ведание. Чем больше у вас уровень ведания, тем у вас выше ответственность. Вы ведание свое запечатываете в ось. Ось что такое? Это спиной наш мозг. Ну, жесткий диск этот, винчестер у компьютера. Там накапливаете ведание, ведание, ведание. И вы получаете, имеете иную картину мира, нежели вот эта. И вы от квадрата. Ну, квадрат у нас как еще разделяется? У нас же вот так вот, да? Вот у нас еще два треугольничка получается. Мужское и женское. Видите, вот там нарисовано у вас? Что это говорит? Символы вот эти. Что этот информацию может получать от богов, от свобода данной человеку, а это от земли. Поэтому через эту искушают этого и им управляют. Потому что это раз, а это оба. Получается образ, если вместе. Вот это вот Моген-Доид. А что же все наше? Они все присвоят. К ответственности, что еще приложим? Какие еще есть предложения? Нравственность. Хорошо. А что такое нравственность? Какое вы понятие ставите в нрав, в ствен, а опять в ось. Что туда, вот, в нравственность мы можем вложить? То есть, да, это родовое понятие. Нравственность, правильно. Культура формирует эти все вещи. Словещь, наверное, там еще. Совесть тоже формирует дух, а дух формирует как раз культуру и нравственность. Что, энергия? Энергия – это способ переноса информации. Она уже заложена в ответственности. Если нашу тему названия вспомните, да? Что по управлению психическим временем через что? Через боль. Вот это все вместе называется лоб. В ол, чувствуете, да? Ол, я. Или я лоб. Я вот это все поймал. Я ответственность поймал, жизнь поймал и достоинство поймал. То есть, построил систему свою. И вот это все определяет степень моей свободы. Чем степени выше, тем вот я тогда по вот той шкале, помните ли, в ванную перемещаю. То есть, вот степень свобода определяет мое движение куда? Сюда. А степени свободы куда? О, ну все знаете уже. Понятно, да? Так, вот с этим. Поэтому мы с вами добрались до слова воля. Вот, до слова воля. Дальше что у нас идет от слова воля? Волю кто формирует? Дух, мы сказали, да? А Дух, что формирует? Уже говорили. Совесть. Совместная весть. Итак, совесть. Идет от мысли, мысл, да? Творца Бога. Превращается в Дух. Дух, что это такое? Это энергия и информация, запечатанные вместе, да? Начинают воздействовать на наше то, что у нас тут внутри. Волю действительную, внутреннюю. Появляется мотивация и начинает формироваться тогда ответственность, потому что мы стремимся к информированности, потом к знанию, потом к веданию, да? Появляется ответственность и тогда только появляется, да? Черви, червленая, честь, энергия, да? Слово твердое. И до соты сформированные. То есть берете, выкину, посмотрите. Сейчас там он обратился к президенту, там уголовное дело против, его возбудили. Но вот в 90-х годах лекцию он читал очень интересную. Он единственный, кто доказал существование Бога. И вот он нашу материю прям в картинках расписал, так как он ее увидел, как она формируется. Вот она формируется из сот. И вот эту же систему мы себе выстраиваем в позвоночнике. Запишите. Плыкин, книга. Вначале было слово «Или след на воде». Да, Плыкин, да. Вначале было слово «Или след на воде». Прочтите, вот тогда поймете, как вот достоинство. Точно так же, как Вселенская фибираль разворачивается, она заполняется сотами. Так и мы сотами заполняем вот свою, потому что все верхнее подобное нижнее. И так формируется достоинство. Но в соответствии с волей, духом и совместем. С этимологией разбираемся. Это у нас что? Ведание, мудрость, да? Вначале он у нас стоит тогда. То есть мудрость, это у нас какая? Откона. Значит, мудрость божественная, людям явленная. Мудрость божественная, людям явленная. Вот этимология этого слова. Вот это то, что касается темы нашей. Вот мы с вами, наконец, разобрались с определениями, с дефинициями, да, бусульманскими языков, тех слов, которые у нас наполняют нашу тему. И вот только сейчас мы можем с вами дальше приступать и, в общем-то, разбираться, что это такое. Представляете, сколько мы времени с вами потратили, чтобы сейчас говорить на одном языке? Вот это и есть. Мы с вами что, получили информированность? Сейчас вы должны все это в перерыве осмыслить, все это перевести в знание, в ведание. И дальше ваша ответственность будет возрастать, соответствует с этой информированностью. Поэтому в книжке написано, что а если не знал, как дальше, но сделал достойное наказание, бить будет меньше. Вы сейчас знаете больше, поэтому ответственности бить вас будут больше. С чем я вас и поздравляю. Чтобы сделать человека безвольным, судя вот из той логики, которую мы там уже с вами прошли по алгоритму, поэтому что нужно сделать? Самое первое, чтобы сделать его безвольным. Где у нас тут эта картинка? Сейчас мы вернем ее. Что же, столько много написали? Нет, а, чистые пошли. Я думаю, что не в ту сторону. То есть к нашим степеням возвращаемся. Где у нас? Вот они, к степени свободы. Чтобы человека сделать безвольным, что нужно сделать? Увеличить максимально, да? Рамки сузить. Рамки, да? Сужаем рамки, ограничиваем степени по деньгам, по власти, по сексу. И самое главное, что? По информированности. То есть мы, если снижаем информированность человека, то мы тем самым, что? Знания не даем, от знаний вед не получает. То есть нет ведания. Понятно с этим, да? Вот дальше как мы движемся. Вот это все элементы для того, чтобы наше психическое время приблизить к реальному времени. То есть повышая информированность, тем самым мы начинаем, что? Двигать вот эту шкалу к настоящему, здесь и сейчас. Поэтому все на самом деле очень просто. Хотите людей убрать, у них лишить их чести, достоинства и ответственности, да? Чтобы они не находились в коне. Их нужно загнать в рамки. Вот вам квадрат Малевича. Черный желательно, чтобы был. Чтобы света никакого не было. Понятно, что он вообще нарисовал? Малевич. Да. Вот. И чем рамки эти меньше, тем меньше степени свободы. Вот. А наша задача с вами какая? Вырваться вот за эти флажки, за эти рамки, которые нам поставили, перепрыгнуть и перейти вот к этому состоянию. К состоянию икона. Вот тогда начнет обретаться воля. Тогда можем подключиться к духу и к совести. И тогда начнут формироваться вот эти вот вещи. И тогда у нас появляется что? Инструментарий для управления собственным психическим временем. То есть мы это время начинаем уже двигать сами. Не за нас его кто-то двигает там. Через телевизор, да? Или через деньги. Через доллар. А мы его сами начинаем двигать. То есть понимая, как нами управляют. Дальше у нас с вами чтобы привести человека вот в рамки вот в это состояние и лишить всего вот этого, помимо понижения информированности, что еще можно делать? то есть наша ось, да? Достоинство. Вот это ствол, ствол, ответственность, опять ось, да? Что нужно сделать с этой осью? А? То есть начать ее вот каким-то образом колебать, да? Смотрите, как этимология слова колебать, вот эту ось. Этим занимается целая индустрия. Если мы начинаем эту ось колебать, то у нас что появляется? Какое качество? Ну, ось. Да, но если трясти начинать, да? Знаний нет. Ук. Вот трусость. Чтобы эту трусость воспитать, существует целая индустрия. То есть незнание и трусость это два главных качества, которые в нас воспитывают. Вот вся система в детских садиках, в школе, религии и прочее направлена на что? Лишить нас информированности и воспитать у нас трусость. Тогда эти два качества никогда не позволят нам обрести волю. Как таковой? Как это делается? Так вот, трусость у нас чем можно создать? порождением чего является трусостью? Страх. А? Абсолютно точно. Страх, да? Опять мы получаем с, т. Эти, т и р. Но перед этим с, то есть с этим. И все это вах уходит, да? Как страх создать? Невежеством, неведением. Еще чем? Как вот загнать человека в состояние страха? Правильно, напугать его, так или нет? Теперь ищем на нашем небосклоне человека, который по своей фамилии, по своей программе пугает. Кто это? Пугачева. Вот все просто. Что она делает? Она нас берет, если мы рисуем вот наш позвоночник, да? Первая чакра, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, до девятой доходим. Эти две. То же она делает? Она берет в районе половой чакры, попса, да? Все это дело нам начинает трясти и расстраивает нам всю систему. У нас непроизвольно возникает страх, который у нас вырабатывает трусость. Обратите внимание, сколько у нас певцов на эстраде, у вас или у нас. Вот как только вот гадость какую-то вам подсунуть, Украина тут как тут. Вот вам смердючка, сердючка, поющая. Вот как раз тоже это. То есть вот таких вот взращивают, таких воспитывают. И что делают? Раздвигают для них что? Степень? Свободы. Свободы. Дают им что? Деньги. Тогда наша степень свободы сужается. Вот так вот воздействует. Вот механизмы очень простые на самом деле. Так вот, вибрации вот этой попсы, сотрясение позвоночника, как раз создают стоячие колебания. Те колебания, которые не распространяются, они не уходят. Слово стоячие, понятно, да? То есть вот они в одном месте. И вот они как раз создают трусость. Вот эта вот ось, когда просто трясут ее, и она не вибрирует. Вот это беспорядочное, мало того, с ритмикой, допустим, африканской. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все это рэпы, все остальное, речитативы, это как раз вот из этой области. Почему-то нам все это пришлое навязывают. Для того, чтобы просто нам не дать вырваться вот из этих вот рамок, которые нас, в общем-то, загнали. Что вот еще вам хотел сказать? О, методика внимания кундалини. Ну, давайте практику дадим, ладно. Значит, что нужно сделать? Да, вот ту практику вы помните, да? Внимание нужно держать в теле. Еще одну сейчас, смотрите. Вот в районе вот первой чакры у нас тут есть вот такой кон, шар. Размером он физически может быть разный, но вот примерно вот такой. По объему. Когда вы его почувствуете, его ни с чем не не спутаете. Вот такой, как вот на ядро сели. Представлять его не надо. не выдумывайте, не загоняйте себя туда. Просто понимайте, что он находится вот в этой вот части, да? Поэтому его нужно коснуться. Коснуться чем? Чем коснуться? Вниманием. Поэтому сейчас все сели ровненько, позвоночник натянули. Вот. Если у кого-то не получается, не надо себе ничего представлять. Потом дома, когда будете уже одни, потренируетесь. Ваша сейчас задача просто механизм понять. То есть, что мы сейчас делаем? Мы с вами, вот смотрите, у нас вот вот это вот место нахождения кундалини. Вы берете внимание отсюда, потом на кончик носа. А, пришло вот. И дальше начинаете опускать. Глаза обязательно нужно будет приспустить. Это техника безопасности. Значит, прямо не смотреть. Глаза чуть приспустить. Иначе будут, может быть, энергетический удар. Оно вам не нужно. Поэтому глаза должны быть чуть приспущены. Глаза чуть приспустили. Не надо напрягать. То есть, и уходить куда-то вниз. Нет, вот чуть ниже горизонта этого достаточно. Самое главное, чтобы было ниже вот этой горизонтальной этой линии. Понятно, да? Это техника безопасности. Глаза могут быть открыты. Лучше, конечно, для техники безопасности. Но если нет, кому-то можете прикрыть. Сейчас группа большая, можете прикрыть, чтобы уйти в себя. Тогда вы концентрируетесь на себе. То есть, глазки приспустили. И вниманием, сейчас смотрим все сюда на меня, потом попробуйте. Вниманием просто касайтесь вот этого места внизу позвоночника. Вот просто дотрагивайтесь вниманием своим. Раз коснулись. И потом, если можете держать свое внимание вот там, в этой точке, в районе копчика, то держите. Но если чувствуете, что мысль что-то начинает уходить куда-то, ничего страшного. Подняли опять внимание. То есть, ваша задача держать. Если будете его в движении держать, оно от вас не убежит быстро. То есть, второй раз коснулись. И с определенной периодичностью вы можете все это делать следить за собственным вдохом. Допустим, на вдохе подняли внимание до уровня, скажем, яра там. И опять опустили потом туда на выдохе. Коснулись. Опять вдох. И опять опустились. Выдох. Либо, если не получается, и начинаете дыханием своим управлять, этого не нужно делать. То есть, не автоматически. Тогда прислушивайтесь к собственному сердцебиению. И на каждый удар сердца коснулись, отошли на следующий удар. Коснулись и отошли. Значит, как оно проявится? Как может проявиться? То есть, если вы не понимаете, ничего в этом страшного нет. Поверьте. Самое главное, чтобы вы понимали, что это вот в районе копчика последних этих позвонков. Вам нужно просто-напросто подойти к этой точке и туда направить внимание. Как будет оно проявляться? Будет у всех. Не ошибетесь. Сто процентов. Будет переживание и какие-то ощущения. Как будут проявляться они? То есть, если вот сидите, то есть, в районе позвонка, прям по позвоночнику начнется какое-то движение. Страшного в этом ничего нет. И продолжайте внимание удерживать там, вот в районе этой кундалини. То есть, оно еще и спит, не развито, ничего страшного. Но движение, оно сразу начинает. Как только вы вниманием своим начинаете касаться, оно начинает работать. Сверху начинает силы в вас втекать, потому что мысли остановлены, а с вниманием внизу в теле коснулись. И почувствуете прямо в позвоночнике некое движение. Какие-то волны, у кого-то тепло появится, у кого-то даже покалывание. Вот. Иногда вот там, где травма, особенно в позвоночнике, может даже болевые вещи появиться. Поэтому убираете внимание. То есть, постепенно. Не надо форсировать, не надо насиловать себя. Понятно это, да? То есть, берете и касаетесь с определенной периодичностью. То есть, тот, кто может, просто поставили внимание и держите на кундалини. Вот я, допустим, там, когда начинал, то внимание потом сразу уходит. Ух ты, как по поводончику пошло. Что раз раз внимание в позвоночнике уже там. И что там делается, уже рассматривает, уже и забыл, что там держать его надо. Поэтому вот периодически играйтесь. Вот вам новая игрушка, можете пробовать ее. Дальше поехали. Я прошу прощения, а этот шар, да, он что, как-то физически конкретизирует? Да, да. Со временем будет физически конкретизироваться, мало того. Такая будет конкретика, что не знаете, будет куда деваться от этой ости вашей. То есть, вы поймете, что у вас позвоночник на физическом плане это всего лишь то место, где вы формируете ость. И когда вы ее сформируете, совершенно реальное ощущение такой трубы. И чем больше нравственности, тем больше ее диаметр. Так вот, все верхнее подобно нижнему. Если мы говорим, что воля есть у одного человека, то воля должна быть что? У народа. Ну, у группы, да. Если это род наш, то это народ. У нации анальностей у них там свои особенности. А у нашего рода свои особенности есть. Поэтому механизм и в общем-то разный между подходами к пути духовного эволюционирования. То есть, путь духовного эволюционирования зависит от того, какую мы программу отрабатываем. Поэтому я же говорил, что неважно, десный путь или шуйный путь. Хотите, идите этим, пробуйте. Но если вы сюда пришли с белым цветом кожи, если вы это, идите уже десным путем, который вот есть. Хотя никто же не возбраняется там поэкспериментировать и пойти иным путем. Как подавить волю народа? Точно так же, как одного человека. Напичкать его определенной информацией, через средства массовой информации, через образование, через медицину. Самый какой простой способ изменить информированность народа? Через пищу. То есть мы берем, берем, сгоняем всех людей так, чтобы они были отключены от источников питания, там, где сами могут все это делать. Сгоняем их в города. И что делаем? Наполняем супермаркеты пищей, которая нам нужна с определенными качествами и начинаем пичкать. Вот, допустим, вот куры там, особенно выращенные по специальным технологиям. В них вложены специальные вибрации, которые понижают как раз вот эту вот частоту. И вот нас пищей загоняют как раз и держат в районе этого. То есть не только попса Пугачева, но и пища в супермаркетах, она настроена вот на эту частоту. Поэтому очень даже много мяса, которое привозят бизнесмены, да, оно свежее. Потому что наши уже практически нет ничего. Но, допустим, с Аргентины, там, с Мексики, с Польши, вот в супермаркетах Киева вы не найдете свинину производства от Украины. Польша, пожалуйста, Турция, Дания, все есть, а не найдете. Отключили от этого. Для чего отключили? Вот как раз определенная вибрация. Мясо, допустим, один-два дня с дужком, потом его специально обрабатывают, гель специально туда накачивают, вводят туда антибиотики. Внешний вид у него вроде как и подкраска идет нормально, особенно с рыбой эти все вещи. Там, в супермаркетах видно хорошо. То есть, вот если только не свежемороженая рыба, вот все остальное, какой-то обработке она подверглась, бегите вот куда глаза глядят, убегайте. Особенно вот термической обработки, которая там холодное копчение, горячее копчение и прочее, прочее, прочее. Вот это способы понижения вот этой частоты и держания нас как раз вот в районе второй половой чакры. Это тоже способ десинхронизации психического времени и времени реального. Самый простой эффективный способ это вот пища. Потом, что у нас идет следующее? Образование, средства массовой информации, медицина и лекарства, аптеки. Что делают аптеки? Когда мы наелись уже того, что нам дали в супермаркетах, неправильного гнилого, мы начинаем заболевать. Мы куда бежим? Мы бежим в аптеку. То есть, они уже, тот, кто завозит все это в аптеке, они уже примерно знают, это все одна программа. То есть, супермаркеты вот в точке распространения продуктов питания загоняется информация с определенными частотами, с определенной вибрацией. Они уже знают, какие изменения в организме человека будут под воздействием вот этой информации, этой пищи. Под это дело вводятся медикаменты для того, чтобы что? Сбалансировать эти колебания, эти вибрации. Но при этом, что делается? В обязательном порядке там побочные вот эти вот эффекты. И, мягко говоря, мы вроде как выравниваем эту вибрацию, но в другом месте мы что пробиваем? Потом мы бежим опять в супермаркет, опять покупаем пищу, опять трясем нашу ось, потом опять бежим в аптеку, к врачам и так далее. Вот это вот замкнутый круг. Вот это как раз вот эти вот рамки, которые нас загнали, а с вот города, как патогенные, скажем, зоны, как патогенные участки, мутагенные. Идет мутация. Вот мушки-дрозофилы в городах. Они просто, знаете, эксперименты проводили, не развиваются. Поэтому стерильные условия должны быть в лабораториях. Если только идет воздействие на лабораторию белого шума, так называемого, городского, то во втором, в третьем, в четвертом, все, пятого поколения уже просто нет. А люди как-то вот выживают, потому что у нас запас прочности больше, чем у мушек этих, дрозофил. У нас система иммунная получше. Вот. Она поэффективнее, чем у остальных видов, поэтому мы такие живучие. Ну и нас уже, в общем, довели вот до состояния, при котором сейчас вот здоровых детей не рождается вот на Украине. Всего 3%. 97% больные. 7 условно здоровые, а остальные там, то есть призывать даже в армию уже. Почему прекратили призыв в Украине? То есть первый вопрос, это что, сделать армию частной, а не государственной? И второй, это что? Окончательно вот убить мужеское начало у народа. Вот сейчас, со следующего года, у вас, кстати, тоже на 120% в Шойгу отчитался, чтобы набрали контракт. То есть мы перестаем призывать юношей, тем самым, что способность и возможность выработать себе эту волю на корню убиваем. То есть это тоже мина замедленного действия, которая ляжет потом в изменении генома. Это тоже способ управления. раз синхронизации психического времени, то есть мы отходим, отходим, отходим от реального времени, вот разбивая, скажем, все эти вещи. Так вот, что нужно для этого? Я вот уже озвучивал. Для того, чтобы эти вещи все сделать, нужно вот нам восстановить кола, восстановить круг. Для народа это что означает? Значит, кола некогда разделенная и народ единый, некогда бывший единый, да? Ныне разделен. Нужно что? Объединить. Поэтому вот великое объединение славянских народов, которое состоится, если мы хотим выжить в ближайшее будущее, оно будет такое, я абсолютно в этом уверен. Не случайно там и морозы в Америке, сейчас и Англию заливает, там и в Польше. То света нет, то того нет, то наводнения. Посмотрите, что творится в Испании, посмотрите то, что творится в Италии. Вот это все способы, которые нас должны понудить, объединиться. То есть, чтобы они отказались, перенесли внимание на себя, да? С помощью природных катаклизмов, когда они, то есть, их долбают такими методами, как и нас они долбали. То есть, у них переводят внимание на себя, они хватку на шею, на нашу, что? Ослабляют. Ну, можем уже что? Добавить степеней свободы, начать крутить головой и сказать, хохлы, вроде как, тоже русичи. Они сказали, не, не, кацапы, вы там какие-то русские. Не, русские у нас вот эти, грузины, армяне, евреи и прочее, прочее, они русские. Так вот, великое объединение славянских народов, оно все-таки будет. Эти процессы уже запущены. для того, чтобы возникла воля народа. Как только возникает воля народа, тогда появляется человека-дух, который будет представителем нашего рода и будет эту силу тонкую, да, вот как вот сила денег, допустим, сверху, сила секса и власти. Только будет человека-дух, который направлять и пропускать через себя эту силу. Но пока не объединимся, такого нам просто не дадут. Вот поэтому основная наша задача это сейчас привести понимание общественного сознания, общественного сознания, совместного знания к тому, что без объединения, то есть пока мы не выйдем из этих треугольников, из этих вот частиц, которые нас разогнали, пока мы не попадем в шару, в кон, в кола, у нас будущего с вами нет. Да. Давайте так. Дух не формируется, он есть постоянно, разлит вокруг нас, пребывает незримо, мало того, его сейчас потенциал нарастает. Вы можете только душок из себя излучать, а дух вот он разлит. То есть есть Бог, от него идет дух. Вот этот дух. Что такое дух? Это напряженность тонкого поля. Вот сейчас плотность ее возрастает после 21 декабря 12 года. Плотность значит, что возрастает. Нас начинает немножко вот давить. И кто говорил, что свистит? Вот свист это признак того, что сила начинает входить в человека. через узкую щель. Наша задача вот эту щель сделать больше, чтобы этот свист ушел, чтобы стать проводниками этого духа. Вот тогда, когда мы ставим проводниками этого духа, но для этого нужно что, объединиться? тогда мы только сможем получить совместную весть. То есть этот дух, он не только носитель энергии, но он носитель еще чего? Информации. Что такое сила? Это энергия, информация вместе взятая. То есть что такое энергия? Это движение. То есть есть у нас там где-то плотность вот этого духа. плотность такова, что где-то эта плотность ниже в нас с вами. Так или нет? И получается, что там где плотность большая, начинает входить в нас, где эта плотность меньше. Но это нормально, вы понимаете, откуда идет давление, то идет куда? Там где плотность меньше. Вот это движение и есть энергия. Но на эту энергию, как вот на коня всадника сажают, сажают информацию. Вот информация это и есть совесть. Вот когда эта сила в нас входит, то мы помимо того, что в боли как формируется, энергия плюс информация, появляется сила, воли. Так говорят? Так и говорят. Сила воли. Почему говорят не энергия воли или не информация воли? Да потому что дух это есть вот как раз и энергия, и информация вместе взятая. И вот сейчас плотность ее нарастает. Этого духа. Наша какая задача с вами? Клапан открыть, пусть заходит. Чтобы оно зашло, нужно остановить мысли. Мысли остановили, все, дух пошел. Дух пошел, раздвинул вам то, что идет к аналу, вот это вот все, да, канал раздвинул побольше. Пошло, начинайте снимать информацию, озарение начинает идти, там, информацию получаете свечи у леса и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да? С духом все понятно? Какой? Да мы не на подъеме, мы летим в пропасть, мы летим в пропасть, мы не на подъеме. Нам остановиться еще надо. Мы знаете, когда остановимся, когда объединимся, вот когда будет создана единая держава славянская, вот это будет последняя точка, на которую мы упали. И только после этого начнется восхождение. Вы себя не тешите там, что мы поднимаемся, они там опускаются. Летим все вместе, цивилизация всех вместе нас тянет вниз, мы вместе с ними. Только мы должны понять, что нам радо или поздно нужно остановиться и не лететь с ними до той конечной точки, до которой они полетят. Да. Акварянская достаточна Россия, Белоруссия и Украина? Для начала да. А потом уже будет и Сербия и все остальные. Да, Атлантики, наши земли. Вы говорили, что для начала Атлантики достаточно наши. Да, немцы это тоже наши. Немцы тоже наши. Просто они агерманины. Исландцы это тоже наши, шотландцы это тоже наши. Возьмите кровь у них на анализ, то же самое. Их там сколько англосаксы давят? Смотри сейчас, они уже Альтинг восстановили. Что такое Альтинг? Аль и Тинг, да? Ал, это все собранное вместе, выше. Алмаз, допустим, да? Аллатырь, Алфавит и так далее, и так далее. Алхимия. Так вот, они уже потихонечку начинают локтями, потому что их мало там осталось. Они это чувствуют, что их просто уничтожает. Нас пока еще много, но не настолько много, чтобы создать единое экономическое пространство. Минимум это все работает, экономисты говорят, начинает 250-300 миллионов. То есть нам нужно 200-300 миллионов иметь, для того, чтобы быть самостоятельными. А потом мы говорим, что следующая задача, после того, как произойдет великое объединение славян, какая? Русский миллиард. Только не русский, с точки зрения этих русских, а миллиард русичий. Но они чувствуют, что они нашу землю занимают. А они не помешают? Это не есть, так сказать, увод в право? Нет. Подождите, если мы начинаем, если мы начинаем понимать свою миссию, то мы с вами понимаем, что если мы Сирию за собой не потянем к Богу, мы свою миссию выполним? Да наша задача сюда, русские народы тащить в русле русской культуры. Не самим идти. Нафиг нам самим сюда. Не надо было вообще тогда воплощаться. Нам и армян нужно, и евреев надо, и азербайджанцев. Всех за собой тащить. Всех тащить за собой. Щи какое блюдо? Первое? Блюдо первых? Щи и щи. Так ищем Бога. Остальных тянем за собой. Что теперь Сирия сказать? До свидания что ли? Да наоборот, нужно к себе и вперед. Вопрос другой, что мы-то, попались на удочку пришлых. Мы же забыли, кто мы, нашу предназначение, миссию. Объединяться надо. И чем быстрее восстановим империю, для этого надо восстановить вот вибрации свои, убрать эту трусость, которую нам навязали, повысить информированность, получить знания, стать ведущими людьми. Как только мы завибрируем на своей частоте, они отсюда уедут. Они сюда приехали лишь только потому, что мы деградировали. они будут себя чувствовать здесь дискомфортно, в нашем окружении. Если только мы объединяемся, и пошла воля, и пошла сила, вот это как паразиты, глисты, когда организм восстановился, оно выдавливает все. Они сами уедут, не надо никого гнать, не надо никаких ОМОНов, полиции, и прочее прочее. Вы только просыпаетесь, пошла вибрация, быстренько все разбежались по своим этим. И там что? Направляем туда специалистов тогда, восстанавливаем производство, начинаем обучать и так далее. То, что было раньше. А сейчас, почему они сюда прибежали? А почему мы оттуда уехали? Да духа у нас нет, а у нас запашок идет. Вот как только запашок преодолеем, дух появится, все уйдут сразу. Все уйдут, не выдержат. Не потому, что это плохо или хорошо. Вибрации будут такие, что просто бежать будут. Но это объективные процессы, поймите. Не надо бороться. Себя восстановите. Начните вибрировать. Все темные ягодичные отсюда сразу уедут. Они вибрации не выдержат. Дальше идем. Что у нас с вами дальше? Так вот, мы уже сказали, что если только произойдет объединение славянских народов, появится дух народа, то мгновенно появляется и человека-дух. И мы приходим к какому способу правления после этого с вами? Какой будет первый? Диктатура. Будет такая же жесточайшая диктатура, что Сталин нам покажется еще белым и пушистым. Чтобы нас привести в порядок. Чтобы мы выполнили свою миссию. То есть вычистить и очистить. Представляете, чистильщик какой должен прийти, чтобы всех построить, развернуть и сказать, ребята, мы не в ту сторону шли. Вы что творите? Поэтому все педерасты, смертная казнь, минимум пожизненно расконсервируем. Ну, вместо новогодних елок согласен, да. Режем тогда эти елки, затачиваем на колы и сажаем. В Москве, кстати, это был лобное место. Пожалуйста, до сих пор есть. Есть гарантии того, что диктатура прокатит? А у нас выхода другого нет. Каким образом возглавит другой, если вибрация не та? Вы себе представляете частоту колебания, который... не смогли победить, а не возглавили. Кто возглавил? Возглавили, потому что вибрационный уровень упал. Была галактическая ночь, вы вспомните правильно, это объективные процессы. Это объективные. Поэтому и наш вибрационный уровень понизился в соответствии с вибрациями Вселенной. То есть мы зашли в темный рукав галактики. Нет силы, нет энергии. Как можно вибрировать в этом состоянии, скажите? Вот если вы в машину бензин не налили, она поедет? Даже если плевать, начнете в бак, она не поедет. Она скажет, ли бензин или солярку? Смотри, какой у вас там двигатель. Так и тут. Вот сейчас нам в бак налили бензина. А мы что говорим? О, а мы забыли, куда ключ вставлять, в замок зажигания, и уже забыли, как скорости переключать. Вот мы сейчас в каком состоянии. Нам уже бензина налили, дух уже спрессовался, уже все пошло, объективно процессы все закончены. Вот даже сейчас все процессы закончены. Что 25 числа было? Декабря. То, что прошел. Да, 21 числа, что у нас было? Солнцестояние. Так или нет? Сколько солнца стояло в нижней точке? Три дня. 21 прибавляем сколько? Три. 24 закончилось? Закончил. 25-го, что начало происходить? Значит, 25-го, 12-го у нас, да? 13-го. Это день Бога Каляды был. Дальше как разворачивается вся эта система наша? То есть, начало формироваться мужское начало. Кол, еда, да? Кол становится едой. Каляда. То есть, опять мы говорим, что есть кон, что есть кол. Если кол раз становится едой, то начинает формироваться мужское начало. Сколько формируется оно по времени? Если мы берем 365 дней. 7 дней формируется мужское начало. И берем 24-е, прибавляем 7, сколько получается? 31-го. 31-го числа заканчивается. Что было 31-го числа? Кто помнит? 29-й еще лунные сутки, сатанинский день. Поэтому все 31-го числа ходили такие вот опущенные. То есть, нам устроили в 31-й день как раз переключение. Дальше, что 1-го числа у нас? С 31-го на 1-е. Так называемый срибный месяц. Какое обрезание? Это у них обрезание. У нас нет обрезания. Я же вам говорил, что на наши рельсы становимся. Причем тут у них обрезание? Пусть они себе обрезают там. Все, что хотят. А мы говорим, что нам мозги на место восстанавливаем, обрезание прекратили мозгов. Поэтому, что было с 31-го на 1-е? Как он называется? Срибный месяц. Пауза. Остановилась. Это то же самое, что вдох. То есть, мы вдох, вдох природа сделала. Каледа, да? Кол, еда. Вдох. А теперь, что же нужно сделать природе? Выдох. Женское начало. Сколько дней? Те же самые 7 дней. Поэтому, к 31-му прибавляем опять седмицу. Сколько получается? Седьмой на восьмой, да? То, что прошло. Что это такое вот у нас? Окончание формирования чего? Женского начала. В Южной, в Юго-Западной Руси это богиня Дана. То есть, мужская паста, да, богиня Дана, стихия воды. Поэтому, Данай, Донапр, Днепр, Донастер, Днестр, Дон, все связано с ее именем. То есть, все реки назывались раньше в честью имени. Все, восьмого числа закончилось. То есть, мужское начало сформировано. Это было у нас тридцать первого. А седьмого числа у нас об появился. Вот появился образ уже. Восьмого числа. И вот мы сейчас живем в новом образе с вами. А обрезанные живут обрезанными. Все, поэтому процессы пошли. Поэтому мы с вами и встречаемся вот сейчас. Тогда, когда пошел уже процесс творения, когда идет взаимодействие мужского и женского начала. И то, и то сформировали. Раньше вот на Руси именно в это время начинались уже выборы коп, увечи и так далее, и так далее. Не тогда, когда там на полях нужно было работать и убирать. А вот сейчас вот, в сичне, в январе. Тогда, когда минимум забот домашних, есть возможность собраться, решить вопросы какие? Общие, общинные вопросы. Выбрать мужей общинных куда? В управу. Те, которые могут управлять. на необрезанных. Потому что сейчас обрезанные у руля. Пришлые. А нам нужно пошлых теперь найти своих. Поэтому мы возвращаемся к чему? К третьей вот вещи. То есть мы говорим о том, что народ нужно объединить, появится человека дух, и мы говорим, что возвращаем систему управления какую? Нашу пошлую, пришлую, изгоняем, возвращаем вечи. последним языком копу. То есть вечевое право. Начинаем вспоминать, что же это такое. Вот поэтому ездил я в Москву, Путин озвучил вам тут, что к земствам возвращается. Что такое земство? Это совокупность коп городских и сельских. Он говорит, все, самоуправление, земство, национальное освободительное движение говорит, ну надо вот нам возрождать. А что возрождать-то? Ничего не знаем. Потому что обрезание сделали. Поэтому сейчас вот о копном праве, вчера вот с крамольниками говорили, по всей видимости, придется делать цикл передач, чтобы знания эти восстановить и дать. Что же это такое? Вообще с чем ее едят? Что это за копное право? И что это за правила и нормы поведения, которые раньше были у наших предков? Что же за пошлые такие нормы, от которых мы отказались в пользу пришлых норм? Конституция этих, проституции. Не было раньше у нас Конституции. Нам пришлые принесли. Потому что власть над нами захватили. А зачем она нам, если они нами управляют? Ну мы колония, они метрополия. Им-то зачем Конституция? Конституция, поймите, нормативно-правовой акт принадлежность колониального государства. Колонии. Это тоже как флаг, имеет, да, допустим, это, это, это. И плюс еще Конституция. Конституция, это вот как, помните, как Петр Первый этим, когда налог в водочную выводили, алкоголики начинали появляться. Вот эта, печать. Поставили, приходит кабак, показал, ему налили. Так и здесь. Конституция, это как раз принадлежность, потому что колония. Вот Россия колония, точно так же, как Украина. Где Конституцию России писали? Что, Так у нас управление, когда захватили над нами? Пишу цифру. 988 год. Какой 17-й? В 17-м эстафетную палочку одна группа библейских товарищей передала другим. Тысячу лет мы живем уже под чужим управлением. Поэтому если вы меряете сотнями лет, они меряют тысячами лет. Посчитайте, сколько лет уже прошло. Вот мы живем в оккупации уже столько, поэтому и не помним ничего. Копу вот когда начали разваливать и русский язык. Кирилл и Мефодий, кастраты главные, потом все остальные вкупе с ними. Пришли. Пришли. Нас учить. Как он, Кирилл, ваш патриарх, говорит? Славяне, варвары, невежественные, пришли образованные, которые не смогли выучить русский язык. 49 буквиц на тот момент было. Самая простая система. Выучить не смогли, поэтому 4 отбросили, 4 переименовали. Этого 8 убрали. Что они нам принесли? Деградацию? Уменьшение количества образов. Она в рассказе о каком-то просвещении. Вот вам роль церкви сейчас. Это патриарх говорит? А как его провидевший в Гудяев? Ну, а если человек гундит, то что это такое? Вот малоросы все понимают это слово. Им даже переводить не надо. Гундос. Все. Нос гунявый. То есть, тогда, когда каналы закрыты, человек не дышит. Если он не дышит, то не вдохнуть, не выдохнуть. Он гундит. Гундит, начинает что делать тогда? Бучать. Бучать что такое? Кричать, шуметь. Бучать слово-слово. Отсюда слово. Русский язык. Учите там все. В русском языке гундосить есть. Гундосить есть, конечно. Но если он гундосит, и он по жизни гундосит, у него программа какая? У него и фамилия должна быть такая. Гундяев. Все правильно. Честно, во всяком случае. Фамилию каждому дают честно. Поэтому они меняют все фамилии. Почему фамилии-то меняют? Поняли теперь, да? Да. Брежнев тоже был. Не Брежнев. И Хрущев, не Хрущев. А вот разберитесь, найдите в интерьере. Но много там. Что, что? Вот хотел сказать, и у меня это самое. Сбили-то. Брежнев это. Да, Перламутр это Хрущев, это Хрущ. Да, Перламутр, да. А этот, как же он, господи. Ну, вспомню, потом вам скажу этого. Что-то с гонопольским похоже, потому что вот как-то так оно созвучно. Дальше. Мы с вами подходим к самому интересному. К примеру, тому, как происходит рассинхронизация. Почему вот о Гундяеве сразу заговорили и прочее. Как происходит рассинхронизация времени психического и времени реального? через очень вещи. Есть некоторые вещи настолько простые, что мы даже не можем себе это представить. Насколько это все просто. А они, зная все эти вещи, мягко говоря, мрочат нам голову. Вот простой вопрос. Есть у нас Россия сейчас, да? есть Украина. Это и Ж, и буквица, это и нить. Почему в России ФИО, а на Украине ПИП? Кто может сказать? Вопрос? Вот Луначарский, когда приехал к нам сюда в семнадцатом году, он привез программу целую с Соединенных Штатов. И вместе с Лейбой Давидовичем они это дело все быстренько запустили. И появились ФИМИ, значит, аббревиатурное слово, фамилия, имя, отчество и призвище, имя по-батькове. Понятно, да? А что вдруг вот украинцам сделали ПИП, а нам сделали ФИО? Кто-нибудь думал об этом вопросе? А вот пришли, думали, когда эту программу еще делали больше ста лет назад. Еще в девятнадцатом веке была прописана эта программа, что вот эти вещи нужно будет внедрить. Это вот на территории России, а вот эту на территории создаваемой Украины, Белоруссии, а? А когда в Белоруссии пишут они? Фамилия, имя? Ну, по-белорусски надо посмотреть. Ну, батька у него там, да. У него инши завданья. Поэтому, с чем нам надо теперь с вами разобраться? Но для того, чтобы вот это все поднять, нам нужно понять, как же происходит... Есть такая вот категория, разберитесь ли не славянский, и-ми-но-слов. Как вот присваивались раньше имена? Варновую систему помните? Пишем, да? Аз, дальше кто? Человек, дальше людина, или веся, да? И смерть. Дальше берем этих нежить. Как-то было все на Руси. Что нам для этого с вами? Для этого нужно... Не стал их с тобой книжку брать, но зато вот мы этих же буржуев, мы говорили, что будем их же методом, в общем-то, и долбать. Так вот, с чем нам нужно разобраться? Такие категории, как кличка, прозвище, фамилия и родовое имя. Попробуйте вот сейчас покрутить в голове. То есть, каким образом? Какое отличие? Как думать? Какие предложения будут? Так давайте по одному. Какие есть предложения? Скажем, кличка, прозвище, фамилия и родовое имя. Какое отличие между этими? Почему сакральное? Почему сакральное? Как вот думаете? Чего вдруг поводили все это все? Почему значение слов забыли? Вот почему? Тут фамилия, там прозвище. То есть, понятно, как ты управляешь через эти вещи, да? Говорили Иван, сен какой-то. Отчество дошли, отчество дошли, хорошо, отлично. То есть, мы уже пришли к чему? Высокому имени человек. То есть, что у нас, как это аббревиатурно? Высокое имя человек, как у нас пишется? Вот почему сейчас на западной манере говорят, Владимир Путин, да? Отчество убрали, что делают? Понижают вибрацию. То есть, мы отечество потеряли, мы перестали быть пошлыми, а стали какими? Пришлыми. И вот нам сейчас на западный манер все это дело навязывают. Так, отлично. Что еще? Какие-то мысли будут по этому поводу? Так, давайте мы с кличкой разберемся. Я возьму словарь далее. Выдержите, потому что надо прочитать, потому что иначе понимания не будет. А потом мы переговорим. Потому что поймите, что когда Даль уже писал этот словарь, а он был датчанин, все знаете, да? Русский. Он был русский, но датчанин. На тот момент уже было все искажено. И история переписана, и русский язык практически уничтожен. Осталось только сделать последний штрих, гвоздь забить Луначарскому. Луначарскому в 18-м году, 10-го, 10-го, 18-го, до декретом по реформе русского языка, когда образы убрали и убрали еще пять буквиц там. Последний. Так вот, кличка. Что кликнуть? Кликовать. С предлогом кликать. На севере. Кликнуть что? Возглашать, провозглашать или оглашать устно. Девка, это по матери пошла. Кличет или портежем кличет. Вятская, пермики, как говорили, больна кликушеством. Клинь, склинь, вопи, завопи, рычи, зарычи. Когда дыхание пересхватывает, да, вот так оно и есть. От чего ей кличество, обезличенное? От чего она кличет? Как он кличется о животном? Как его звать? То есть, кому кличку-то давали? Животным. То есть, мы о чем говорим? Что если у человека, животный строй психики, да? Ну, это не человек, получается. У нас что это? Получается нежить, так или нет? Что он имеет? Что у нас? Кличку. Где клички у нас еще дают? Погоняло. Зоне. Почему? Потому что они из Гои. Ему имя не положено. Кликуха. Абсолютно правильно. Понятно, да, почему это? А? Ну, погоняло. Им погоняют. Нужно что? Кликнуть его, да? Кличку этому дать. Вот погоняло. Другое слово. Понятно с этим, да? Так, дальше что у нас с вами идет? Прозвище, да? Значит, прозывать, кого? Это далее, я же титирую. Дальше, универация. Уже сами догадались. То есть, поняли, да, что все это завязано было на Варне. Ну, тем более, проще будет. Значит, прозвать кого, что, чем, называть, именовать, давать, назыв, название, кличку, имя, и кличку могут дать на определенном этапе, или проименовать, давать кличку, добавленную к имени, прозвание или прозвище. Эту пшеницу в Одессе прозвали арнауткой, она у нас, он называет ее белотуркой, одну лошадь прозвали спотыкой, а другую губаном. У нас мужиков, 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 не мужей, а мужиков, их тоже что, прозывали. Чувствуете разницу, как вот у вас в каком-то центральном канале сидит там одна депутатша какая-то, говорит, ну, вы же здесь все мужики, ну, вот решите этот вопрос. Если бы там был бы хоть один муж, она бы там получила, ее грели бы так, чтобы она поняла, кто-нибудь мужики. Это тех, кого кличу, такому прозвище дают, мужики. Попробовала казаку сказать и мужиком его назвать. Была бы выпорана на гайкой тут, как я не знаю, как коза Сидорова. А по центральному каналу сидит особи мужского пола, называет мужиками и все соглашаются с этим. Он по семье Кузнецов, а еще прозывается он Медведевым. Это не я, это так удали так написано. За то, что Медведь, Дед Медведь был, на себе возы возил, прозывание окончательное, прозыв, прозыв, прозывка, действия по глаголу и так далее. То есть, вот человек обладал каким-то качествами, да, отличными от других членов общины, то ему в соответствии с этими вот определенными качествами, что давали? Прозвище. прозвище. Всему народу дали прозвище. А вы не радуетесь, вы недалеко ушли здесь, в Россию. У вас тоже фамилия. Сейчас мы с этим разберемся. То есть, всему народу дали прозвище. И все согласились. С состоянием смерда. Смердом по духовному уровню развития бездушным давали прозвище. Этим всем ребятам, которые ниже, клички давали. Животным. Кто имел животный строй психики. Так, что у нас теперь с вами дальше фамилии тут идут? Фамилия. Французская, оказывается. Немецкая. Семья, семейство, род, колено, поколение, племя, кровь, предки и потомство. Он хорошей фамилии. Фамильные чаи, расхожие, простые. Осведомляется о супруге фамильной или к фамилии относящейся, приезжей. Кяхти, цибики бивают по фирме лавки хозяина и так далее. Под фирмой купца, который их закупил. Первые фамильные. И так далее, и так далее. То есть, если у нас есть господин, он имеет родовое имя, то все его крепостные и все его рабы кто? Имеют что? Фамилию. Чьих вы будете? Как они говорили? Мы князей стоцких. Мы стоцкие. Вот это фамилия. То есть, для господина это родовое имя, а для тех, кто был у него под управлением, под крепостью, под его, под крепостью, уже родовое имя превращалось во что? В фамилию. То есть, это принадлежность к господину. Вот фамилия для людей. Поэтому, вот вам в России фамилия. Так что, над вами есть господа, те, которые вами управляют. Они так говорят, у вас фамилии, у вас нет родовых имен. Холопы вы, невольники, а вы с этим соглашаетесь и живете спокойно. Вот так вот идет рассинхронизация психического времени и времени реального. Это как в анекдоте, как к собаке, да, отец с сыном идут, он говорит, что вот они делают. Он говорит, одна расслабляется, одна напрягается. Поэтому, тоже, расслабляйтесь до меры. Дальше, если мы говорим уже о варне человека, воинов, управленцев, касты, то вот они уже тогда назывались и по грамотам всем русским, они писались как с отечеством или только по отечеству. То есть, высокое имя человек давалось только варне, какой? Человек. Это князья и витязи, воины. А здесь что? А здесь было двойное имя. Допустим, веда, гор, два имени. То есть, две функции несет. Все, слав или вяче, слав. Или мысти, слав. И так далее. Берете славянский имя на слов и смотрите. Практически все имеют двойное что? Имя. То есть, совокупность. Здесь два я. Два я, это дваждорожденные так называемые. Два. Но кроме этого еще было и у этих было тайное, было родовое. Вы знаете, жрецы, когда именно речение проводили, то одно было общинное имя, второе было та, которое было в семье, в его, вообще не его кликали и звали иначе, чем дома в семье, а еще было тайное имя. То есть, четыре имени было у наших предков. Но по отечеству называли тех, кто вот уже копный муж. Вот копные мужи, вот только они удосваивались ВИЧ получить. Вот у меня дед 70 лет только ВИЧ получил. То есть, пока не привезли внука коренного, меня не показали, пока он не пронес по станицам, по соседним не показал, он так и был Прошкой. А когда пронес, стал Прохор Александрович. 70 лет было человеку. Вот так было все просто. И вот это. Поэтому вот что с нами делают, понятно, да? То есть, казалось бы, просто, в языке все сокрыто, мало того, мы все это дело знаем, можем в словарях найти, но проблема в чем? Нужно просто взять и вот сложить эту мозаику, чтобы появилось общее видение вот по этим всем вещам. Поэтому, пока мы не откажемся от прозвища, от фамилий, нам ВИЧами никогда не стать. Итак, первое, биометрические паспорта для чего тоже вводят? Закрепить вот эти вот вещи, так еще и на цифровом уровне. То есть, разделить, расчленить. Разложить на цифры. Вот такую очередную нам готовят пакость. Они уже приготовили, на Украине сейчас уже вводить, даже уже деньги дали, по-моему. Поэтому готовьтесь к тому, что будете получать заграничные паспорта, как раз вот в эти вот камеры, которые будут проводить сканирование вот такое круговое, объемное. Ну и плюс еще параллельно там лазер вам будет на лоб штрих-код наносить в инфракрасном диапазоне, чтобы видно не было, вот невооруженным взглядом. А вот, допустим, подойдете к кассе, у вас там не товар будет, не чек сканировать, а салбарас только сняли эту кодировку. На этом все. Вот это сейчас нам, в общем-то, нас к этому подводят. Понятно это или нет? Поэтому, вот смотрите, как все просто. В России для вот создания вот этой ситуации была произведена что? Русификация. А в Украине что? Украинизация. Вот это программа так и назывались. То есть в наследии дедушки Еноха так было и написано, что русичей нужно сделать русскими. Попали мы на это? Попали. Еще и как. То есть русские националисты, педерасты, мягко говоря, сейчас возглавляют национальные движения. Пишут новые конституции и прочее, прочее, прочее. А русичи бегают и кричат, что русский это трезвый. И уже вы знаете, что есть решение суда, по которому лозунг русский это трезвый признан каким? Экстремистским. Почему оно признано экстремистским? Да потому что русские, они прекрасно понимают, что это вот армяне, грузины, азербайджанцы, евреи. Если они трезвые, то это экстремизм. К нам-то это отношение не имеет никакого. Поэтому вот таким вот образом. Поэтому вот можем лозунг написать, что русские, украинцы вперед. И не те, не те, это Иваны, не помнящие родства, так называемые. Поэтому вот то, что касается одного из способов, управления, то есть рассинхронизации. Понятно это, да? Что? Вопросы по этой, по этому блоку. Вот фамилия Кузнецов. А у юго-западных Руси назывался Ковалев. Коваль. Да. Поэтому вот когда человек из Варны в Варну переходил, то вот тогда и изменялось написание его в грамотах, в грамотах, которые ему давалось. И когда он уже был представителем от земства, допустим, в каком-то посольстве, то так и писали, что с посольством прибыли князь такой-то Вич, да, мужи черные Антон и Григорий, сотник и дальше что пишут? Имя и фамилию так называемую. То есть сотникам уже фамилия писалось. Антон Коваль. Четко все разделялось. Раньше четко все это было и каждый понимал, что если его кличут, то он нежить. Если его прозвище у него, то он смерть. Если он людина, получи фамилию, потому что ты под кем-то ходишь, ты чьих-то будешь. И только когда ты уже становился управленцем, витязем, тогда к тебе никак иначе, как на Вич уже не обращались. Если тебе обращались иначе, то тот, кто обращался, мог и получить. За то, что неправильно тебя кличит. И было все совершенно четко. Но когда пришли пришлые, то эта вся пошлость забылась. еще что непонятно тут с этим. А мы должны вернуться к чему? К родовому имени. Уйти от фамилии и сказать, что мы вольные для начала. То есть писать родовое имя, то, что сейчас называется фамилией, писать имя и отчество. И обращение как минимум должно быть на ВИЧ. Тогда мы вибрации поднимем до уровня этого человека. Даже если мы таковыми не являемся по своему духовному развитию, то вибрационно мы сразу себя поднимаем. Вот почему копа когда собиралась или ВИЧа, копные мужи друг другу обращались как? На ВИЧ. То есть поднимали вибрацию. То есть пришел на одинаковые права на копе. Все имели право голоса. Но эти как правило не были домохозяевами. А вот эти уже были. То есть вот эти все не разделялось. Было три этих варны. Эти как правило изгои были, работяги и так далее. У них ни земли, ничего не было. А вот эти не различались. Таким вот образом эти поднимали до своего уровня вот этих. Приходил вибрирует и заражает вот этих своими вибрациями. Вот для чего собирались вечи. Для чего совещались. То есть эти передавали вибрации этим и поднимали их до своего уровня. Вот так происходила передача вибрационного звучания. Поэтому основной этот удар и был нанесен на что? Вечи. Вечевому способу управления. Поэтому князья сначала откуда это все пошло? С Галичины. Там оттуда перекупили князей наших и они бояр вернее. от этого отказались. И от князей королями потом там обозвались Данила Галецкий и так далее. То есть первая ересь жидовствующих пошла вот таким вот образом. Через западную не западную Украину. Она пошла с запада но через западную Украину. И оттуда начали ломать. И потом докатилась до Киева. Но в Москве быстрее рухнула. есть вот на Украине до 17 века сохранялось копное право. А в России уже в 15 веке рухнуло. То есть Дмитрий Донской святой так называемый церковь вот как раз он поставил крест на этом на всем. Еще там в Новгороде пытались пытались но потом и там было все это закончено и господин Великий Новгород прекратил существование свое как таковой то есть Вече как главное управление как главное управа как способ самодержавия то есть люди держали себя что сами сами держали это самодержавия да 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 а откуда разваливали все это сами ответьте на вопрос да да конечно здесь вступает уже в действие законы что тот кто нашкодил тот и поправляет не вам нужно понуждать говорят на Украине как засмок кто и на смерть вам нужно теперь засмок твать Украину это чтобы они поняли что нужно объединяться каким образом очень простым вот сейчас в Украине создан негативный образ России кто его создает средства массовой информации те кто управляет Россией то есть на Украине пока просто понять не могут что управление идет с одного центра да с госдепа если там конкретно уже там дальше идет потом Лондон и дальше идет управление хотя вот уже скажем Швейцарии там ситуация поменялась все с этим погода у нас такая и сейчас и сейчас сценаристы начинают ломать режиссеров то есть получается так сценарий новый написан да в нем написано великое объединение славянских народов первое второе миллиард русичей восстановление империи тартарии и все это что восстановление старой системы управления управы это сценарий спускают в Лондон в Лондоне что делают режиссеры не будем этого делать не хотим бах у одного инсульт другие о и что такое у второго инфаркт нам же об этом не говорят сейчас паника у этих режиссеров что делать как давить как давить говорят хорошо подумайте вот вам шквалистые ветры вода в Великобритании все прочее смыло затопило электроэнергии нет того нет но они то команду дали уже в Америку тем вы же там продолжаете давить сосать и говорят хорошо нате вам минусовую температуру тогда вот когда вот месяца полтора назад у них время было когда не должно быть вообще ни одного торнадо сколько было зафиксировано они объявили 82 82 торнадо когда вообще не должно быть ничего ну откуда это все то есть сидят ребята там в Швейцарии и говорят так режиссеры не хотите мы вас будем понуждать другим способом поэтому сели друг напротив друга там провайдер рубля и провайдер доллара и смотрят друг друга в глаза провайдер рубля говорит ну ладно согласен плюсовая температура сегодня дождь у вас на улице идет число-то какое вы понимаете а там морозы каких вообще никогда не было в Израиле никогда не было снега он выпал мало того на три дня парализовало все это что такое все думают ох природные катаклизмы для кого это для лохов приезжих а для пошлых людей это какой сигнал о том что там идут разборки и нам тоже говорят просыпайтесь уже за вас природа встала природа уже за нас встала на Алтае плюс 20 должно быть минусы и должны на лыжах кататься то же самое в Новосибирске и везде посмотрите какие аномальные температуры когда шло вот это все перераспределение когда перехват осуществлялся власти в Швейцарии это был десятый год что было в России пожары жара и вот то что было вот тогда как раз был этот переломный момент поменялись ситуация поменялась а у Пушкина спрашиваете почему в страну полночных гор за бороду и понес туда в Сталинграде хороший вопрос что-то одно давайте методом поступового наблыжения не все сразу на какой вопрос отвечаем на ВИЧ до седьмого колена должны были знать в документации не употреблялись только отечество отечество отчество употреблялось но знали до седьмого колена по отцу по отцу да потому что ВИЧ на говорили ВИЧ на или Овна потом поменяли ВИЧ на или Овна потом поменяли просто заменили для женщин почему почему поменяли потому что женщина когда уходила в рот мужа ее какая основная обязанность вот пришла на землю какая основная обязанность мужа продлить свой род так или нет а какая обязанность женщины основная продлить рот мужа своего поэтому она уходила в другой род отрезанный ломоть так вот говорили раньше ее готовили специально взращивали Для того, чтобы улучшить что? По роду, другого рода. И передавали туда, как дар цены, как берегиню передавали. Поэтому и брали там женщину, как берегиню, она богиней была. Для того рода, куда она шла? А не невесткой. Невеста. Невестующая, то есть не знающая ничего, к вести не приобщенная. Поэтому если она... Войдите, она невеста. А если отвечает на вопрос, то навестующая, веста, тоже все в языке спрятано. Так, свечем, все или дальше? Да. Да, да, это именно оттуда, потому что у вас вот в языке и в этом осталось там все. Почему вот мы говорим, великая обвинение славянских народов. Поэтому давайте все опять назад, все вместе собираемся, иначе ни у вас там толку не будет, ни у нас. Вы только первый, а дальше там нужно будет в Атлантике брать. А вот на каком-то примере, например, сейчас фамилия, например, Смирнов, то есть получается, чтобы удалять... Не, это не фамилия, это родовое имя. Но отчество у него, допустим... Понятие фамилии убирать, называть это родовое имя. Да, родовое имя, да. Абсолютно правильно. А дальше как? Родовое имя? А он говорил, а, он называет отца по отцу, потому что отца-то его должны знать по отечеству. Говорит, ну хорошо, раз у тебя имя родовое такое и по отечеству ты такой, Ну как теперь, кто ты? Кто ты? Вот он тогда, он называет свое родовое имя. И-ме. И-ме. Сюда идет вибрация. Не имя, в канал, а имя. Возбуждает вот как раз эту чакку. Величать, откуда пошел? Как тебя величать? Или что такое величать? Потому что как тебя кличут, это кличка. А величать? А величать, это как рукоять. Взял рукою. Вот это как раз величать и есть родовое имя, отчество и имя. Да. Великая, понимаете, да? Малая. Малая это кличка, великая это полная... Мы там добавляем. Полный аборт. Привичать. Это от тебя по... Так как тебя величают, так тебя и привичают. То есть вот как тебя встречают? Если по кличке, то тебя точно так же и привичают. На цепочку. На цепочку, да. Я все-таки задам второе вопрос. Почему швейцария? Понятно, что че? Читали немного, понимая. Я там бывал. Вот. Поле развернулся. Я знаю, что вы там... Чтобы ответить на этот вопрос, вот вам простой пример. Где он там у нас? Вот событие. Смотрите. Пришла Ангела Меркель. Ей надо не допустить в том числе и вот объединение будущего. Все равно будем с германцем объединяться. Это наши братья. То есть нас все время англосаксы стравливали. Просто понимать это надо. Оконечность берем там, где в Испании этот мыс, с которого там вот земля вот эта полукруглая, да. И пошло туда, на Америку. Дальше идет такой пункт у нас. Бер. Мы уже говорили, да? Берлин. Вот пока его держат в черном теле германцев. Почему там идет сейчас отуречивание? Чтобы не восстановился, Рейх. Правильно. Идет отуречивание. Понятно, да? Да. С этим. Дальше мы эту ось продолжаем сюда. Мы попадаем в Белую Церковь, Киев. Вот вам Майдан. Дальше эту ось продолжаем. На восток. Куда попадаем? Там прямой нет, у нас же шар, как прямая. Прямая это мнимая. А у нас идет что? Ахватор. То есть идет вот эта ось. Мы по этой оси. И идет дальше на Кайлас, туда на Тибет. Вот это ось, по которой идет управление славянами. Поэтому задача какая? А? Почему эпичный стернинг на Мелгоград? Да потому что то, что Никитка придумал, мне не указ. У меня в свидетельстве о рождении написано Сталинград. Поэтому я в документах и везу, где я родился. В Сталинграде. А в скобках пишу, ныне Волгоград. А как мне писать? Это их проблема. Царицын. Царицын. Царь там сидел, да. Царь, который назначал, давал князьям ярлыки направлений и направлял туда мессиви Тименова, который следил за князьями. Ну почему? Нам для того, чтобы человеками стать, хотелось сначала вот сюда надо вернуться. К Сталинграду. Это тоже программа МИ-6. Переименование Сталинграда в Волгоград. Которую Никитка с легкостью осуществил. Поэтому что делают в Сталинграде, чтобы расшатать вот эту ось? Вот там теракты. Что делают? Трясут. Что рождают? Трусость. Позвоните сейчас у кого там есть. В каком они состоянии духа пребывают? В угнетенном, да? То есть трусость формируют. Именно где? Вот в этом городе. А в этом что? Шабаш на Майдане. А в этом опять Ангела Меркель. Вот там и все. Все просто на самом деле. Вот на самом деле все просто. Вот поэтому если вы все это продлеваете туда, вот там будет сейчас самая минусовая температура, это ось только в другую сторону по Америке. То есть вы здесь делаете это, получите там вот это. Природа им делает. Ну, не без помощи. Природа кто? Это то, что природе. То есть есть наш род, есть сейчас человека дух, который сидит, утром проснулся, смотрит, тут шабаш, тут взрыв. Ну, хорошо, давайте, минус 40 вам. И пошло. Потому что при роде, а если он представитель рода, он имеет право управлять чем? Природой. Никакого оружия. Одни руны и мыслеформы. Источник? Источник? Это охватер. Охватер, где начало, где конец? У охватера. О, а теперь возвращаясь к вашему вопросу. Вот для того, чтобы эта ось не работала, центр управления и силу. Помните, три силы мы говорили? Деньги, да? Дальше. Власть и секс. Вот точка приложения денег, изначально выход ее на явный план в стране полночных гор. Вот там сидел провайдер. И сидит. То есть силу денег, вот сейчас вот этот, поставили тут крантик, и начинают его закручивать против часовой стрелки. Начинают все это дело снижать силу денег для того, чтобы ослабить давление вот на эту ось. Обама что кричал в конце августа, в сентябре? Сейчас по Сирии ударим. Сейчас по Сирии ударим. А 1 октября не может заработную плату выплатить госслужащим. Кто что ударит? Ты самолет заправить не можешь. Почему не ударил? Потому что кран перекрыли. О, денег не дали на войну. То есть сидит провайдер и говорит, да, не дам. А на дому. Они ему, да, на дому. Понятно. Швейцария крангит. А вот там пока еще перехваты. Вот поэтому и говорит вам Путин. Земство, власть начинает формироваться снизу. То есть мы начинаем вечи формировать. Вечи выдавливают из себя копных мужей. Копные мужи выдавливают из себя кого? Человеков, управителей, витязей. Не сверху власть формируется, а в ею отсюда клин клином вышибают. Снизу. Почему о копии мы сейчас начали говорить? И овечи. Ну, понятно, что Путин неплохой, нехороший. Но почему я тут не видел? Ну, потому что ему сказали, что нужно озвучить это. Он озвучивает. Кто сказал озвучить? Вот этот, который там за крантики сидит. Ну, что-нибудь он сам это делает? Что такое справа это? Да, вот, Сергей. Мы же все же оберегаем русским языком-то. А что этот английский термин-то? Управитель, иначе знатный. Тот, кто имеет знания. И владеет рунами рода. В совершенстве. Имеет право управлять. Потому что он знатный. Создает руну. В голове у себя. Раз ее силой наполняет. Вот вам минус 20. Вот вам снег на сфинкса выпал. Оказывается, все просто очень. Александрович. А откуда все пошло? Атлантида откуда? И как это все развивалось? Им просто показали. Поймите, вот вода, это информация, понимаете, да? То есть стихия воды. Вы сразу вот переходите на образы. Если информация у нас стихия воды, то вода в скольких агрегатных состояний основных есть? На земле. Ну, плазму не будем брать. То, что вот нам известно. То есть жидкое состояние, газообразное и какое? И твердое. Лед, так или нет? Для того, чтобы переключить кору головного мозга. Почему вот из темно-ягодичных академиков нет? Ну, не умные они. Не потому, что вот они... Там нет воды, которая есть в трех агрегатных состояниях в течение года. Почему сейчас крещенские морозы, они все равно должны быть? Чтобы нам мозги переключить. Понимаете? Мы же сказали, что мужское и женское начало, что что? Начали взаимодействовать, тереться друг об друга, пошло терпение. То есть мы должны запеть теперь, зазвучать, зазвенеть. При этом переключение матрицы мозга происходит когда? При минусовой температуре. А у них там ее нету. А переключить надо, что делать? В Израиле выпал снег. Просто? Конечно, просто. Вот так переключают. Человек не понимает этого. А через снег, через воду переключают и дают другую информацию. Идет вот так управление. Это управление идет на глобальном уровне. Просто поднимите себя на уровень небесной канцелярии и подумайте. Вот смотрите вы оттуда сверху. Вот как им переключить мозги? Ну, снежку подбросьте, да и все. Вот сейчас Америки как мозги переключают? Аномальными морозами. Сейчас вон до минус 50 должно быть. Переключат? Да будьте уверены, что переключат. Проблема в другом, что мы не переключаться не хотим. Понимая все это. Включаться. Снег. Вот смотрите. Мороз это морок. Это мороз, это морок. Снежинка, она имеет определенную структуру. Когда она падает, она вибрирует. Ты когда эту частоту начинаешь слышать, то ты начинаешь мозг свой перестраивать. Снежинка сама, имея форму. Снежинки. Видели какие-нибудь красивые? Правильную форму. Правильную форму она имеет, абсолютно. И мы, глядя это визуально, и просто ловя, а кое-кто и просто понимает это все. И мозг перестраивается, матрица другая включается. Вот чтобы сейчас все-таки снег начался, какой-то мороз там был, вот поэтому на следующий перерыв уходим, чтобы матрицу мозга переключить. Все, перерыв. Итак, возвращаемся немножко в перерыве. Поступила вот практика. Почему, говорит, я не даю практики? Практика – это личное дело каждого, и творчество каждого. То есть вы должны понимать очень простые вещи, принципы. То есть глаза при практике должны быть чуть приспущены, чуть приспущены. Если только глаза у вас подняты, то крышка захлопывается, сила не идет. Глаза чуть опустили, крышка готова открыться. Но для этого нужно мысли остановить. Вот это вот самое главное, чтобы вы понимали. Техника безопасности какая должна быть. Все медитации, все практики, при которых глаза поднимаются наверх, мягко говоря, это дебилизация. Дальше поговорим об этом. Вы делаете свой ум тупым. Для того, чтобы ум стал чистым, глаза управляют всем. Глаза всем управляют. Если я, скажем, встал, повернул голову в вашу сторону, а глаза у меня в эту сторону смотрят, вот у меня поворот всего лишь навсего. Но стоит глаза только довести, еще несколько градусов доводится голова. То есть глаза управляют всем. Поэтому вот крышка, вот этот клапан, тоже управляется глазами. Глаза подняли, он закрылся. Глаза чуть опустили, он готов открыться. Но остановите мысли. Понятно, да? Вот и все, вся сложность. Больше ничего. Дальше с образами начнете работать. Нежелательно образы создавать где-то в органах или на уровне органов. Повредите свои органы. Где можно создавать образы? Только в мозгу. В трех. Либо в голове, либо в спинном мозге, либо в яре. Вот солнечное сплетение, тоже третий мозг. Вот здесь образ можете создавать. Но если только вы его в сердце поместите, знайте, что инфаркт будет 100% у вас. Поэтому органы не лезьте, не нужно вам. Это вот следующая техника безопасности. Когда эти вещи делаете. Сейчас сидите, все зависит от внимания. Как вот рассосредоточить внимание, остановиться? Берете, начинаете фиксироваться на всех точках, в которых вы тем или иным образом соприкасаетесь. С полом, со стулом, со спинкой стула, с ручкой, с блокнотом. Набрать нужно таких точек больше 10. Потому что если 9, то внимание еще держит всю эту ситуацию под контролем. Если только вы ходите за 10, психика ваша останавливается. Если когда вы свое внимание распределяете на 10 точек, на этих, то есть вы сначала перевели внимание на кончик пальца, перевели туда, потом убрали отсюда, перевели на кончик другого пальца, сюда, потом убрали, потом на ногу, потом туда, на коленку, на таз, на позвоночник. И вот таких точек 10 нашли. Постепенно переводите. Потом еще раз по этому же механизму, по этой же ступеньке. То есть опять проводите свое внимание. А потом берете внимание, помещаете в солнечное сплетение и мгновенно направляете во все эти точки. Мысли остановятся. Вот тогда сразу раз, крышка открывается, и сила пойдет. Дальше. Есть орхидейные, так называемые. Это высшие, да, из растительного мира. Так как алмазы, высшие из камней. Поэтому вот цветок любой берете, образ его сделали. Можете вот его в ярко, сюда, в солнечное сплетение поместить и взращивать его там, этот цветок. То есть образ теряется у вас. На картинку опять посмотрели, и опять ту картинку перенесли сюда. Потом, когда появится внутреннее видео, увидишь, что росток появляется, потом этот росток начинает расти, и цветок этот появляется. То есть лилия это может распуститься у вас. Столько лепестков, сколько закажет. Чем больше, тем лучше. Вот орхидейные надо брать. То есть берете в компьютере, где-то там фотографию скачиваете, берете обычно орхидейные, красивые, то, что вам нравится, белого цвета. Ну лотос, да, вот берете лотос, да. Тоже же подходит, но белого цвета в обязательном порядке, чтобы не было там никаких тонов, чтобы вы с тонами не, шкоды себе не наделали. Помещайте этот образ сюда и начинайте с ним работать. Когда внимание помещаете сюда, оно отсюда уходит, мысли останавливаются тоже. Все равно вот создание этого образа, оно на что направлено? Чтобы ваше внимание отвлечь от мыслей. Чтобы вы своим вниманием не подпитывали мысли, больше ничего. Все очень просто на самом деле. И вот так каждый день. Идете на работу или куда-то идете, станьте ходьбой, станьте шагом. То есть идете, вот наступаете, и наступаете осознанно. Стоите, допустим, в метро, поднимите одну ногу, стойте на одной ноге, попробуйте, ну если там не сжали вас так, что можно и обе ноги поджать. Вот. Попробуйте вот покрутиться. Тоже мысли останавливаются. Вот маятник дома встали, да, и вот тоже глаза. Туда-сюда. Удержать же себя надо. Когда стоишь на одной ноге, мыслим плохо, потому что мы же привыкли, что? К двум точкам, двум ногам, так или нет. На другую ногу встали, опять то же самое. Покрутите этот маятник. Паника сразу в мозгах. Мысли не знают, что делать, как это так, стою на одной ноге, да еще и кручусь. Вот эти вот вещи придумывайте, делайте. Вот это все пойдет. Поэтому нужно творчеством заниматься постоянно. Вот постоянно. Особенно вот очень хорошо в общественном транспорте. Вот в метро, в маршрутках и так далее, и так далее. Там вообще идеальные условия. То есть очень много факторов, которые вас раздергивают, да, а вы как раз на все на это начинаете внимание обращать. Потом переводите внимание в себя, а потом на всех окружающих. Через минуту рассмеетесь, потому что даже там лица вот эти все унылые, они до того потешные будут. Все вокруг. Потому что когда вы начинаете вниманием играться, мало того, люди начинают вокруг это чувствовать. Вы начинаете резонировать это все. У вас настроение улучшается, да? Стоит человек рядом, чуть не плакал, тут хохотать, начинает, он даже понять ничего не может. Почему он хохочет? Ну, что вы срезонировали, он срезонировал с вами, поймал это все, улыбнулся, поймал. Поэтому вот, я же по этому практике, это ваше личное творчество. Вы творцы этих практик. Возьмите за основу. Почему, скажем, вот я против практик христианских. Господи Иисусе, прости меня грешно. Господи Иисусе, прости меня грешно. Господи Иисусе, прости меня грешно. Вот попробуйте полгода читать Иисусову молитву. Через полгода вы станете идиотом. то есть вы отупляете ум. Точно так же пришли куда-то там к этим к восточным, да, они вам говорят мантру какую-то там, шурды-мурды, шурды-мурды, то есть, которая ничего не значит, нужно просто утвердить. Опять вы отупляете ум. Нельзя этого делать. Зачем вам Бог дал мозги? Ну, это точно для того, чтобы не отуплять. Пользуйтесь этим инструментом. Но как пользоваться? Когда научитесь расслабляться, займитесь вот как элемент, аутогенные тренировки поищите. Расслабили тело. Йога может помочь, любые там традиции подойдут. Расслабили тело, внимание вывели из мозга, да, мыслей, когда нет. Что получается? У вас покой, а ум начинает ваш двигаться. Он становится живым. Вот поэтому, когда Иисуса спросили, кто же такой Бог? Он говорит, это движение и покой. То есть, вы успокойтесь, остановитесь, приведите себя в состояние покоя, тогда ум оживает. Но не задавайте уму жвачку. Прости меня грешного или там, хурды-мурды. Не надо. Дебилами без вас он все вторые сделает. Не надо самому попадаться на все эти вещи. Не нужно себя дебилизировать. Раскрепостите ум, сделайте его живым, чтобы он стал чутким. Внимание держите где-то там, туда. И вот он, когда свежий ум, когда он освободился от того, что вы знали вчера, а сегодня для вас это все новое, посмотрите новыми глазами, новым взглядом каждый раз по той улице, по которой вы идете. То есть, вот, допустим, вы идете сегодня, вы внимание свое удерживаете на уровне подоконников, да? На следующий день чуть выше поднимите и внимание там удерживаете. На третий день идете, если можно обойти квартал, возьмите, обойдите, запутайте сами себя. Бесов запутайте. И вот эти вещи нужно практиковать. Шли, потом шли, шли, взяли и остановились. Встали. И сделали шаг в сторону, влево. Посмотрите, что у вас с мозгами будет. Только не делайте это вот умой. Это все спонтанно надо делать. Обхохочетесь. Вам ум такое начнет вытворять. Смешно будет. Там элементарная вещь. Идете, 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 остановились. И шаг в сторону. Понятно, что там окружающие могут, чтобы вас не сбили, не столкнули. Но вам самим смешно станет от того, как ваш ум будет все это реагировать. Вот включите внутреннего наблюдателя. Начните просто делать вещи парадоксальные. Вот приехали, дождь идет. А у меня там в куртке. Покажу. Ну идет дождь, зонт не взял. Был в гостинице. Ну, шапку надел. Во-первых, дождь на голову не капает. Знаете, что было смешное, весело почему было? Взгляды тех, кто шли навстречу. Идут зонтами, смотрят на меня в этой шапочке. Десять взглядов встретил, десять глаз. Некоторые просто тут под зонтиком даже не видят. Так я этой шапочкой себя так развеселил. Вот вам медитация вся. Во-первых, людей посмешил. Себя рассмешил, развеселил. Вот даже такие простые вещи. Детьми становитесь. Вот встанете детьми, начнете играть и попустит со временем. Начнет попускать, потому что как только вот это все серьезно, в рамки себя загнали, вот будет вот вам тот квадрат Малевича. Вам нужна шара. То есть вы выходите в шару и сами себя начинаете шевелить. Играть начните. Вот когда начнете играть, тогда и жизнь станет веселой. С детьми надо детьми становиться. Вот учитесь у детей. Вот станьте, я же говорю, идете, станьте шагом. То есть настолько тотально внимательным. Когда кушаете, станьте вкусом. Вот сейчас пили чай. Все, внимание на рецепторы. Ощутите, что вы кушаете. Печенье или что-то вы там ели, чай там тут пили. Попробуйте, станьте вкусом. Играйте с детьми, станьте ребенком. Делайте так, как делает он. Но через игру обучайте его. Научайте его чему-то. Давайте новую информацию. Почему дети, допустим, они долго не могут на чем-то зациклиться. Он получил свежий приток какой-то информационный, потом он надо переключиться, ему внимание нужно переводить. Туда, 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 туда. Он не может монотонно заниматься одним и тем же. Это нас вот приучили раньше. Сейчас у этого нет, пришел на работу, до 80 часов стоит за станком, и одно и то же. И все, голова потом квадратная от этого. Одну и ту же деталь. Представляете, одну и ту же деталь годами. И точит, и точит. Да, мастерство поднял. Но одна и та же деталь. Представляете, что это такое? Конечно, потом через руки надо сбрасывать все это дело. Учиться. Поэтому вот эти вещи. Так, способы влияния мы с вами разобрали. На каким образом рассинхронизировать время психическое и время реальное. Это и пища, и образование, и медицина, и политика, экономика, и финансы, и государство, и право, и религия. Основная задача религии – рассинхронизировать время психическое и время реальное. Так вот, стяжание Святого Духа, которое от нас прячут религиозные деятели, это как раз и есть синхронизация психического времени и реального времени. Вот человек, находящийся в стяжании Духа Святого, вот он как раз подгоняет свое психическое время к реальному времени. Спросите у любого попа, что такое стяжание Духа Святого. Он нам скажет просто, приходишь, даешь деньги, мы тебя причащаем, мы тебе делаем. Какое это стяжание Духа? Это называется стяжание денег. И к стяжанию Духа отношения никакого не имеет. Поэтому Дух стяжается во время ходьбы на работе. Дух стяжается при поездке в метро. Дух стяжается, когда вы кушаете. Дух стяжается постоянно. Но сейчас сидите здесь, вы должны быть настолько тотально бдительны, расслабиться, а ум освободить, что здесь его начать стяжать. Не надо для этого в храм бежать, платить деньги, и чтобы вам там что-то делали. Это все методы управления, влияния. Так, а что-то мы с вами какую-то вещь пропустили, потому что о влиянии начали говорить. И, видать, где-то вопросами вы меня сбили. Вопросами вы меня сбили. А надо было, конечно, пройти нам по одной цепочке. Где-то мне тут черновик. А, ну вот, видите, как заговорил об отуплении ума, в общем-то, вспомнил. Как нами управляют? Как воздействует на наше психическое время? Как можно воздействовать? То есть только неким каким-то влиянием, да? Способы подойдут любыми. О способах мы поговорим. Это буквально все, что на нас тем или иным образом влияет, как на систему. Если мы энергоинформационная система под названием человек, то все, что внешняя среда, это все способы влияния. Значит, все это может влиять на что? На нас, как энергоинформационную систему. Согласны с этим, да? Но эта внешняя среда может влиять разным образом. В зависимости от того, как мы к этому процессу влияния относимся. Поэтому, если у нас внимание находится внутри нас, то влияние внешней среды минимально ограничено. Если мы свое внимание выносим за пределы нас, во внешнюю среду, то мы как раз и попали на эту удочку, на эту мормышку. Там бросили нам где-то что-то за пределами нашего, да? В стороне. Мы влияние свое вынесли, и у нас силы начали тянуть. Забирать. Поэтому, говорю, держите внимание внутри себя. То, с чего мы начинали в самом начале беседы. Периодически возвращайтесь к себе. Голос слышите, на доску посмотрели, а внимание потом раз и вернули к себе. Куда-то там. Но не в голову. Там в другое какое-то место. Можно банальность даже. Но факт тот, что нужно уйти от мысли, переключать. Но именно на внимание смотреть, куда пошло ваше внимание. Быть бдительными. То есть, вас внутренний наблюдатель должен отслеживать, где в данный момент находится ваше внимание. Понятно, да? Дальше. Так вот. Отупление ума производят как раз вот этими всеми способами. Через пищу, через вот все, что мы говорили, да? И через религию в том числе. Путем и молитв, как способа отупления ума. Как освободиться от этого? Прекратить заниматься влиянием на себя вот этой внешней средой. То есть, если мы исключаем влияние, да? Выходим внутрь себя. У нас появляется что? Внутреннее пространство. Появляется внутренняя шара, в которой кроме нас самих, любимых, никого нет. А раз там никого нет, значит, нет влияния на нас что? Извне. И когда нет влияния у нас извне, то мы куда попадаем? То мы пошли туда, не зная куда. И вот в этом вот не зная куда мы начинаем что искать? Не зная что. Вот это вот есть пойти туда, не зная куда. То есть, остановиться, успокоиться, состояние покоя, сделать ум живым, не загромождать его мыслями и всем остальным, чтобы он стал чувствительным. Стал чувствительным, начинаете искать в себе внутри то, не зная что. Рано или поздно найдете. Потому что если вы мотивацию эту себе, как программу, в голову зарядили, да, и периодически это делаете, в метро, в маршрутке, по тротуару идете, еще где-то, и постоянно вспоминаете об этом. О, где я? Ну где у меня внимание, куда оно делось? Наступил на пятку, эту ногу поднял, и внимание сразу ушло в эту пятку, потому что я же на пятке стою. А стоять-то тяжело, и оно все туда. Опять внимание туда вернул. Если раздергали вас. Почему говорят, зато и дыхание, чтобы, да, из эмоционального режима перейти в какой? В рассудочный режим деятельности. Или глубже дышать. То есть, когда мы говорим, что не автоматически дышим, то есть из режима зомби мы переходим в какой? В осознанный режим. И начинаем. Вдох глубокий, и выдох длинный тоже. То есть остановили, да, идет успокоение. Почему? Мы внимание от мысли, которая нас поразила, переносим на управление чем? Собственным дыханием. И когда мы начинаем собственным дыханием управлять, мы немножко уходим от той ситуации, от той проблемы, которая нас вывела из себя. Нас расшатала. Начала трясить и вот эта вот наша ось, так называемая. Так вот, когда создаете эту шару вокруг себя, вот этот кон, и начинаете там что-то искать, то начинает у вас что появляться? Вот эти приобретения. Скарб так называемый. Почему? Ищите, а там ничего нет. Вот тяжело искать черную кошку в черной комнате, особенно если там ее нет, да? А нету ничего. Все, ум в ступоре, он в шоке. Он стал настолько чувствительным, что потом раз, озарение, и пришло сверху. И пришло понимание какой-то ситуации сразу вот объемно, так как оно есть. Это вот новый режим работы ума. Потом вот другие, 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 и ум постепенно начинает тренироваться. Мы его начинаем использовать на подполную катушку. Казалось бы, вы нигде не читали эту информацию, а вдруг ответ приходит. То есть вы задаете вопрос и получаете ответ. Откуда? Не знаю, откуда. Поэтому кто-то спрашивал, там, белые, белые или черные, кто дает мне информацию? Да какая мне разница, кто дает? Они же там не делят этого. Чего я же должен делить? Им-то все равно там. У бога же нет национальности? Нет национальности. Могут быть. Если я иду в астрал, и там играюсь с этими сущностями, тоже имею право. Тоже имею право поиграться с сущностями. Не возбраняется. Самое главное не заиграться, иметь чувство меры. В 90-х годах я когда-то наигрался. Не хочу. А если это сущность тебя? А? А если это сущность тебя? А это называется подселение. Ну ничего страшного, значит поносите ее. Вы же носите кошелек с собой? В силу денег носите? Носите. А как избавиться? Как избавиться? Точно так же. Во-первых, понять, что вы есть некая энергоинформационная система, в которую внедрилась пришлая, в пошлую систему. И она хочет кушать. Поэтому вы ее грудью либо кормите, либо говорите, знаешь что, я уже тебя вижу, я уже все это дело отработала, ну шла бы кому-то другому. Это подселение, эта сущность идет к другому. Лярва так называемая. Энергоинформацию может давать хорошую? Может. Может. Какую хорошую? Полезную. Да, полезную. До определенного момента. 90 процентов, а потом, когда нужно принимать решение, и вы становитесь, как возникает доверие. Доверие. Эта сущность подселяется и говорит вам, поворачиваешь за угол, остановись, потому что упадет кирпич. Идете, поворачиваешь за угол. Бах, кирпич. Ух ты, е-мое, точно. Предупредил. Внутренний голос сказал, ну это хорошо. Садишься в маршрутку, допустим, не езжай, как в Волгограде, взорвется, не поехал. Ух ты, сдал билет, поезд, крушение. И начинаешь понимать, у тебя доверие к этой сущности. И так уже к ней расположился. А потом, как в сказке, приходишь, а там стоит камень. Ну и написано, пойдешь прямо, пойдешь направо, пойдешь налево. Ух ты, куда это? Куда? Налево. Вопросов нет. Тебя лишили права выбора. Это ловушка. Вот так вот ведут сущности. До первого камня преткновения. То есть, только пришли к какому-то камню преткновения, ей подсказывают как раз именно ловушку, но тебя всем вот этим вот советами предыдущими, когда у тебя доверие возникло к этому, готовили, подготовили. Тебя об обод, да, манули. Заманили другого. А тут именно об манули. Подвели к точке принятия решения и лишили тебя права выбора. Потому что не ты выбираешь. Тебе подсказывают. Ты сам добровольно отказался от священного права выбора. Поэтому играйтесь с сущностями. Я не возражаю. Надо тоже иногда. А какой смысл давать вам здесь информацию? Какой смысл? Да. А кушать они хотят, им нужна сила. Аляк. Не совсем. И информация тоже. Вот душа это есть сила, в общем-то, определенная. Это энергия, информация, вместе взятая. А сущность, у нее тоже задача эволюционного расти. Где ее взять? Сама на это добыть не может. Значит, что нужно? найти лоха, донора, который этим делом обладает. И кого можно объегорить. И вот так воруют душу элементы. Внедрилось. Мало того, особенно эгрегоры с этим играются разные. В том числе и религиозные эгрегоры. Да, дают даже поддержку, помощь, здоровье восстанавливают. Дают. Но в то же время надо понимать, что ты донор в этом случае. Все равно что-то возьмут. Долг это как раз то, что долго не отдают. Да они обманывают, покупая душу. Конечно, да. Да, да, да. Слышал. Просто такой, как комментарий. Вот есть борьба, у них есть такая техника борьба с теми. Слышали? Слышал. Да. И очень многие борцы, которые, ну, я общался с ними, они говорят, что это тоже затягивает из-за определенного момента наступает такое, что сама сущность как-то не делает. Может победить. Сделать себя рабом. Это очень опасно. Ну, как это узнать, что это опасно? Ну, попробовать. Попробовать надо. Ну, так попробовали, поняли, что опасно. Палец тоже, он ребенок там, огонь, горячо. Все, больше не полезет. Так или нет? Так и тут тоже самое. Пробуйте все. Я говорю, что не нужно вот шарахаться. Вот это можно, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Не это главное. Ваша задача, вы идете вот по жизни. Вы получаете информацию, вы ее перерабатываете, конечно, во всех много разных формах. Вопрос, как ее обрабатывать? Вот это да, чтобы была какая-то иммунная система, чтобы это дело все было. Так вот, как освободить ум от влияния? Так вот, все приобретения в материальном мире не приводят к вас в безопасности. Вот сколько вы чего бы не накопили, вот недавно показывали, эти майдановцы, там они ездили к Медведчуку ездили, к дому, у него там заборы пятиметровые, подъехали, стучали в ворота, исписали, там не видели сюжеты, исписали ворота, потом поехали к Азарову, ему погнули ворота, этими красками там тоже на воротах надписи сделали. Кричали за... Идет к ним еще, наверное. Ну да, это ж понятно все. Поехали к Кенуковичу, а там стоят внутренние войска и в общем-то не пустили. Поэтому у них автомайдан прекратился. Но ездили, то есть они вот начинают все это в общем-то... Тоже, что кто-то ведет? Зачем-то? Мало того, там же эйфория. Представляете, там витальные бесы, пляска какая-то. Как они кормят? Они же... Слава Украине, героям слава. Слава Украине, героям слава. Свобода. И свобода вот это их там ведет, как баранов. На убой. Но тоже это надо делать. Если они через это не пройдут, как получить этот опыт? Как прийти к гармонизации информации и пространства вокруг себя, если нет опыта? Если от него отказаться? Ну пришла молодая душа, хочет поиграться. Все, ты будешь украинцем. Все, ты украинец. А ты? Мне все равно, будешь русским. И начинают их там с бесами сталкивать. А не тот, не второй, не понимает, что идет. А зачем попробовать гнилое яблоко, если это первонавидно, что оно гнилое? Это когда попробовали. А когда не знаешь, что оно гнилое, то и вот запах вроде и так, и кусануть-то хочется. А потом пронесло. О, все, значит, информация не переработалась, если переработалась, она вот в результате дефекации вот в таком виде вышла, такое не подходит. Вот у вас опыт уже появляется. Точно так же с любой информацией. Яблоко тоже информация. Яблоко раздора, грызанное яблоко, вон эти же планшеты, все же с яблоками, обгрызанными. Телефоны, да. Ничто же не просто так. Если вы находитесь в нормальном состоянии и вы нормально перерабатываете информацию, то у вас соотношение живой-мертой воды должно быть вот в гармонии. У вас должна быть питьевая вода, которая и не живая, и не мертвая. 7,45. Вот пиаш. Ну, желательно чуть там выше, до 8. Тогда вы все равно себя поднимаете щелочную составляющую. То есть вы раскисляете. Вот почему, скажем, там чай пьете, ну, добавьте расторопши. Вот. Либо там периодически посмотрите, как, ну, мне уже скажем, в моем возрасте, в вашем не знаю, как, а мне там иногда и расторопши надо, иногда, ну, вы себе не придумываете. Скажем, той же содой там возьмите ту же перекись, посмотрите, как организм отреагирует. Идет, скажем, вот заболевание какое-то, да, там, эпидемия. Ну, добавьте там в воду той же перекись или немножко щелочи добавьте. Тоже без фанатизма. Посмотрите по вкусовым ощущениям. А было мне сказано в личностном законе, что нужно пить целый на эту перекись? Да, смотрите, у нас перекись, у нас, вот я сейчас, вот я сейчас привел в порядок свой желудочно-кишечный тракт. Вот до этого я на самом деле пил каждый день. А сейчас пойму, что не нужно пить. То есть у меня если иммунная система восстановлена и она сама вырабатывает перекись водорода, то зачем ее пить? Если я понимаю, что я собственный организм уже угробил и он у меня не вырабатывает перекись, тогда я добавляю. Но, вы же должны прекрасно понимать, что я сейчас пью, встряхиваю иммунную систему, повышаю защищенность свою иммунную, а три четверти иммунной системы находится где? В желудочно-кишечном тракте. Что нужно тогда сделать в этом случае? Ну добавить, когда не хватает. Вы чувствуете, что если чувствуете лучше, значит пробуйте. Но нельзя вот это вот, когда превратили, то есть получается так, что ваша иммунная система не вырабатывает, а вы уже махнули так на это рукой. Нельзя бездумно так подходить. И все уже. Ну раз не работает, значит я уже буду просто вливать этот перекись водорода, организм пусть себе как хочет. Так он вам потом расскажет этому бесу, ментальному и бесу витальному. Вот знаешь что, я как-то уже и сам бы мог вырабатывать эту перекись. Не пошли бы вы вот с советами. Вы знаете, что такое советы? И мнение по определенным вопросам. Есть такая болезнь, которую не самому посмотреть, не другим показать. Вот так же иногда и мнение свое нужно не показывать всем, как геморрой. Ну не надо. Не всем это интересно. Если ты по какому-то вопросу не с ведущим предметом не владеешь, поэтому для меня нет авторитетов. Поэтому даже то, что Агулов сказал, все равно это поставлю все под сомнение. Хотя он, я преклоняюсь перед тем, что он допустим делает. Но в данном случае баба Игда против. Вот я против. Если вы привели свою иммунную систему, попали к ученику Агулову, он вам живот поставил на место, он сам начал вырабатывать эту перекись, зачем вам туда еще дополнительно вливать? Не, ну можно. Все по ощущениям. Все по ощущениям. Вы же поймите, что мы перерабатываем эту информацию, мы живем, движемся, и перерабатываем информацию. Для чего? Чтобы начать упорядочивать вот это пространство вокруг нас. Когда мы начинаем упорядочивать пространство вокруг нас, гармонию наводить, лад, то мы как раз возвращаемся к тому глаголу, который после букви цион, Богу. Если лад там все, зачем там туда лишнее? Можно вливать. Если да, уже Шкода там наделал столько, что не выдерживает организм уже, ну помоги. Тогда ум должен включить, сказать, ну ладно, на определенном моменте надо все это дело помочь организму, вычухаться. Но когда уже вернулся в нормальное состояние, зачем? если организм все должен делать сам. Помогать надо. Да, допустим, учитывать и возрастные изменения в том числе. Ну нужно, конечно. Тем более, что ну сколько это перекись стоит? Да ничего она не стоит. Проще там перекиси купить там сколько там гривен, рублей 10, наверное, стоит, чем таблетки там химию-то глотать. Ну правильно, но что такое щелочек, что он пьет, да? То есть он раскисляет организм, он убирает все эти вещи. В чем вся проблема нашей всей этой болезни? У нас должен быть баланс между щелочной и кислотной средой. Но организм, если он стареет, он уходит в кислотную сторону. И чтобы поддерживать этот баланс, между кислотной и щелочной, потому что что еще делают? И мясо закисляет. И вот, чтобы вы понимали, что все продукты, которые продаются в супермаркетах, они все закисляют, они все нас убивают. Поэтому да, может быть и мясо, там если кто-то мясом питается, скажем, нужно тоже в щелочи там подержать, чтобы там, и прочее, прочее. Ну, думать в любом случае надо. А если уже там нет мяса, не используйте его там в пищу и нет такого риска, скажем, ну перейдите на какую-то другую белковую. Там какие-то ряженки, какие-то твороги. Возьмите там, а? Какой ряженка рыба? Рыба, конечно. Ну кто мешает, скажем, вам восстановить белок? Что самое совершенное с точки зрения белковой пищи? Как вы думаете? То есть это нечто, из которого может появиться яйцо, да. Яйцо или рыбья икра? Ну, вам же, зачем вам эту красную икру? Ну, возьмите он моевую икру и там щучью икру. Эффект тот же самый. С удачей. Возьмите тут же там селедки, ту же икру. Эффект тот же самый. То есть там получается все есть, что нужно. Полностью все аминокислоты. Все до одной. Без исключения. Поэтому здесь тоже нужно подходить к этому делу творчески. Нельзя себя там уничтожать эксперимент. Ну, я все там ставлю эксперименты. Самому интересно иногда, да. Но. Да, да. Так вот, кинулись, да. Кинулись по аптекам. Что думать, лакрусы бумажки есть, чтобы проверить пиаш мочи? Не найдете. Я так чувствую, что скоро и перекись исчезнет, и пищевой соды не купите. Вот такой ответ. Нет ни одного одинакового живота. Вот мне вот доктор, который учился у Агула, вот он мне сказал. Я говорю, как, вот там все делаем? Говорит, нету. То есть все органы у каждого человека, в зависимости от того, как он перерабатывает информацию, он с ней работает. Говорит, у всех живот разный. У всех. Даже вот расположение, скажем, география, да, органов в животе, она разная. Отличается туда сдвинут, туда сдвинут. Теперь вопрос. Если для одного это хорошо, то для другого с другой географией органов эта вода не подойдет. Поэтому каждый, мы говорим, каждый подбирайте для себя индивидуально. Панацеи нету. Вот нельзя всех построить в одну ширину и сказать, сегодня пьем воду вот такую с таким-то пиашем. Такие эксперименты были. Где? Аннерба проводили. Да. Вот они там, все это расписано. Кстати, все эти документы до 44-го года засекречены, 2044-го. Да. А вам уже не ездить? Можно? Что, что? Вообще не ездить? Можно. Я знаю таких людей лично. Вот недавно там одного сколько, три года уже не кушает. Про наедение. То есть его уже клетки вышли на уровень когда? Когда у него открыто вот это все, да? Ну, как солнышко ходит, улыбается. Значит, открыто. Вот. Они не помнят того же страха, у него уже перерождение произошло. То есть они получают вот эту силу спаса, этот дух святой, и из него строят все, что надо организму. И воду делают, и белок, и углеводы, и жиры. Все. Потому что система у него готова. Ну, он все отработал там в прошлой жизни. Он пришел сюда просто вот, скажем, все это делать. И то там ходит, Шкоду делает, пошел на курсы там какие-то. Что ты этим шопингом духовным занимаешься? Ну, тебе надо? Ну, вот деньги куда-то потратить. Ну, потратить, дал бы кому-нибудь. Думаешь, он там на себя тратит. Поэтому есть такие люди. Их немного, но как мне сказал один человек, он говорит, я бы тоже мог не кушать, но не хочу, чтобы желудочно-кишечный трактор, раз он у меня уже есть и вот я воплощен на земле. Ну, чтобы вообще он деградировал. Вы представляете, что человек ничего не кушает. Что будет у вас с желудочно-кишечным трактором? Он не функционирует. Дальше. Он не нужен. Значит, он что должен? Вообще, значит, рот зашить и там дырку зашить, тут тор зашить и там тор зашить. И что это получится? А что делать с этим червячком? Вот он говорит, поэтому по чуть-чуть ем и все равно что. Поверьте, им уже все равно, что можно. Кинул туда, там как термоядерный реактор, как часы работает. Что бы ни кинул, хоть цианид туда. Он там все расщепляет, все это переворачивает, все это перекручивает, потому что у него идет сравнение информационное. Вот там, как наш организм работает. Получили, да, какую-то информацию? Он сравнивает с каким-то образцом, который уже есть в организме и начинает перерабатывать информацию. А представьте, что у вас в клетках нет этого образца и нет памяти этой, клеточной. А вы берете эту информацию с этого потока напрямую, с божественного, да, а там идеально все. И получается, что вот эта пища налагается на эту идеальную информацию с энергией, да, и она становится точно такой же для вас. Им все равно, что есть, поверьте. Хоть там кору, хоть листочек, хоть кусочек мяса, все равно, если говорят, там ничего не закислится. Ему только что-то попало в желудок, оно сразу расщепляется до Святого Духа. При этом организм справляется с любым. Что туда не влей этим людям на самом деле уже все равно. Но к этому же надо идти. Поэтому здесь тоже вот без фанатизма. Вот с завтрашнего дня в витальном порыве я больше не ем. Здрасте. А потом дистрофии все и отнесли. Что это за храм души? Поэтому Серафим Саровский говорил, что нужно о теле беспокоиться, заботиться. Заботиться о теле. Давать ему все, что нужно. И белковую пищу давать столько, сколько надо. И углевод. Но все это зависит от разрухи. Преображенский что говорил профессор на собачьем сердце? Разруха откуда начинается? Вот в зависимости от собственной разрухи и кормите собственный организм. И не издевайтесь над ним. Да. Что-что? Что в реалии жизни? Для чего Россия не пядает? Ну, во-первых, это все по плану предиктора, чтобы вы понимали. В-третьих, в это время достаточно интересные процессы будут происходить. Там морозы, тут потепление, хотя там он искусственный снег, там в Сочи наделали. Сейчас идет вот перетягивание каната. Будем говорить так, режиссеров, которые не хотят по новому сценарию строить нашу жизнь, потихонечку вот переучивают, заставляют их, понуждают. Поэтому февраль месяц очень тяжелый с точки зрения финансовой будет для Америки. Опять возможно, что в марте месяце там зарплату не получат кое-кто, кто находится на государевой службе. Такой вариант не исключат. Поэтому они будут, конечно, подтягивать ресурсы из Европы, из России, само собой, с Украиной. Но Россия как раз начнет рвать Украину дополнительно. Вернее, не Россия, а Европа. Россия же не дает пока этого сделать. Для чего? Для того, чтобы сейчас ресурсы Украины на последнем издыхании все-таки взять. Евросоюз для чего нужен? Чтобы на некоторое время отсрочить вот это падение Европы вот в эту клаку экономико-финансовую. И вот они бы Украину на полгода переварили, но тогда у них была возможность выстоять до момента проблем в Штатах. Вот сейчас у них какая задача? То есть элиты европейские и элиты американские, англосаксонские. Вот идет перетягивание каната. Кто кого? И как? И за чей счет? То есть они всю жизнь жили паразитами, были, как были, сколько же, лет 500-700 там англосаксы. Они же как были паразитами, так и остаются. А сейчас скажите американцам или англосаксам. Все, с завтрашнего дня вы перестаете паразитировать, давайте, ребята, начинаем трудиться. Как вы себе это представляете? А ресурсы откуда-то надо брать? Вот поэтому Олимпиада в Сочи это вот Рубикон. То есть мы поднялись на самую верхнюю точку и там, где спорят провайдеры с одной стороны, да, сценаричные режиссеры, а с другой стороны начинают спорить кто? Спортсмены. Что такое спорт? Спорт тел, да? Спорт тел. Вот спор тел как раз нам покажет соотношение весов. Как славяне себя в споре тел покажут со всеми остальными и с паразитами в том числе. Почему всячески пугаются и запугать и все расшатать и так далее? Почему в Сочи такие беспрецедентные меры безопасности принимаются? Многоуровневая система защиты и так далее и так далее и так далее. Именно только для этого. То есть если мы сейчас с наименьшими потерями с точки зрения золотых медалей серебряных и бронзовых пройдем Олимпиаду, да? То есть спортсмены выдержат это все. Вот от уровня и от соотношения этих сил а оно как раз покажет уровень и соотношение сил вот там у провайдеров. В этот форум выдержали китайцы. Что? Спортсмены китайцы не брали. Не, ну китайцы вы же понимаете это китайцы. А Римы они чем интересны эти Римы? Они прекрасно понимают что будущего без Руси у них нет. У них так там и написано в их книжках которые у них остались там. Вы смотрите на север делайте то что вам скажут. Они сами тоже ничего придумать не могут. и сделать. Да, вот сейчас идет там экспансия и захват не в этом дело. Но желтая раса ну все равно они вот у них интуитивно все равно это все осталось. Да осталось и на уровне элиты. Что новый миропорядок новую систему все равно что принесут откуда с территории Руси. Вот они этого ждут. Они уже устали нас ждать пока мы проснемся если честное слово. Вот к китайцам кто ездит там представители внутреннего предиктора и все остальные все вы когда проснетесь у нас написано что вы в 12 году должны были проснуться и сказать куда идти а вы в раскорячку стоите то есть мы даже готовы провайдер этот Юаневский говорит мы готовы поручителем быть давайте рубль поднимайте только вот эти крылья опущенные вот эти ну как хотя бы вот так поставьте там как на гербе на российском чтобы они не такие же были как на рубле у вас хотя это сделаете почему вот и не ну во первых эти все процессы они на нашем тонком на тонком плане там происходят и достаточно динамично но на нашем плане инерция некая существует поэтому когда-то потом мы от этого спорта будем отходить он нам не нужен потому что этот спорт ну это вот раскачка и накачка бесов ни больше ни меньше кто такие спортсмены это бесы которые воспитывают супер бесов вот сейчас нам пророчат одного супер бесов эти президенты да лучше пусть зык будет чем супер бес ну и как по мне ну а кто еще у нас поэтому тоже вот это все не просто так связка там не просто связка там скрутка поэтому от сочи это рубикон вот именно 14 год у нас это 7522 лето лето черного жреца вот именно сочи вот и почему февраль тоже не просто так почему говорю что вот запустились процессы мужское начало создано женское начало создано пошел процесс творения и мы получается программу феврале когда шла шли выборы февраль месяц сборы были когда собирались и передавали друг другу знания скарба в том числе вот и там то же самое посмотрим то есть каким образом произойдет договоренность то есть в любом случае сочи это переформатирование отношений между русской культурой и западной цивилизацией ну вот если коротко то есть новый формат вот как они говорят перезагрузка вот как раз во время сочинской олимпиады будет происходить перезагрузка вот этих отношений перераспределение сил в том числе по силе денег в том числе по силе власти и в том числе и по силе женской иньской матриархат поэтому вот такие пироги да есть в интернете такие ролики искажения способ управления алексея кунгурова ну просто просили ну по кунгурову я смотрел не все но некоторые ролики смотрел пусть дует обратите внимание как он осуществляет постановку вопроса да то есть иногда даже так и не подумаешь с этой стороны вот стой задать вопрос так как он ставит этот вопрос то есть что происходит что он собственное внимание убрал мозг немножко что освободил он у него стал каким живым и начинает задавать вопросы вопросы на которые на самом деле многие сейчас ответить не могут да он там ищет ответы на эти вопросы но вся его прелесть в том что в правильно поставленном вопросе уже есть что львиная доля что ответы вот в этом отношении можно его смотреть смотреть за процессом как он работает осуществление постановки вопрос вот что он делает он сначала показывает картинки в обязательном порядке да потом постановочно вопрос а потом ищет ответ на этот вопрос что вот так вот так вот так может быть там с чем-то кто-то может соглашаться скажем или не соглашаться но том что у него ум свежий и не тупой так это точно потому что тупой ум таких вопросов не задаст то есть он научился пользоваться мозгами инструментарием своим эффективно очень поэтому задают эти вопросы я что же там сбегал посмотрел на эти на колонны вот на Исаакове в самом деле я бы не задался таким вопросом хорошо что он задал я хоть теперь об этом знаю целый проект да целый проект поэтому много таких вот вещей которые они они вот очевидны эти вещи но вот он идет у него взгляд инженера на все на эти вещи вот меня интересует допустим почему фио и пип да а его интересует почему колонны как ее сделали то есть это разный уровень информирования то есть у него один пласт он я просто понимаю для чего такие люди нужны то есть оттуда сверху дают информацию но в связи с тем что универсалов не найти говорят этому ты даешь вот это этому это этому это поэтому там в трехлево свое кунгуров свое у меня там свое у Левашова там свое и каждый дает свой пласт не может быть универсала такого-то поэтому когда вот вы берете всю эту информацию вместе у нас получается картинка целая но в любом случае идет что и информирование пища идет вот эта информация какая на пища разбирайтесь да ой вы знаете носовский это вообще вот я бы им памятник при жизни поставил фоменко да фоменко и носовский да вы знаете я не согласен там практически со всеми версиями которые они выдвигают но сам фактаж он безупречен во первых я в математике там ну мягко говоря ну что мне там с носовским или с фоменко каким-то образом конкурировать этих вещах но то что вот они дают математическую статистику весь этот расклад я не говорю там об этимологии конечно если там как-то вот с русским языком там разобраться поправить все это дело но тогда вы меня извините это вообще было бы тогда там термоядерный взрыв да поэтому они там ну придумывают они там себе там объяснение каких-то слов где-то как-то там ну сама база вот сам фактаж потом у них научный подход к вопросу у них методология есть хоть кто-то сейчас опроверг и не сделает потом методы кто-то их сказал что они негодные нет так каких им вот это два витязя воина информационных которые встали и говорят народ нам что делают наше психическое время рассинхронизировали с временем реальным и нас увели вот туда нам прошлое изменили поэтому мы сейчас не можем попасть в реальное время нет никаких противоречий я же говорю что да поэтому фоменко и носовский это два великих информационных витязя которые выполняют вот как раз свою функцию именно вот математики должны были этим заняться потому что историки не нашли бы аргументов ни о чем бы не договорились вот ни о чем а если знак зодиака вот они просчитали это так ну возьмите как-то просчитайте иначе ну докажите что это правильно ну кто-то это сделал и не сделает а то что все переверно так и я вам говорю все переверно ну все переверно даже слова все искажены тысячу лет уже идет информационная война и она идет по нарастающей вот мы сейчас подходим как раз к апогею этой войны сталинграду мы подходим к нашему сталинграду ну почему бы нет имеет право многие вещи я тоже с ним согласен то что он там вот в этой когорте и прочее ну тоже можно считать что он там засланный казачок ну почему бы нет у него есть много разумных вещей ну чё как ну тоже дает человек информацию да дает вот сквозь сквозь эту призму и вот таким вот образом ну ты вот такая функция таки разума собирают модик я понимаю вот задача белого человека внести свою культуру и мир вот как бы перестраивать на свою культуру в том числе и в евреях да но как всегда не надо ну да хорошо мы говорим о том чтобы если только мы упорядочиваем внешнюю среду это вот то действие прибора которым я говорил да то нам тогда легче решать все остальные задачи мы можем и без этого решить их и в городах и в подъездах и на улицах и в районах и так далее можно тоже решить тем более информированность городского населения намного выше чем информированность ну хотя при теперешнем доступе к интернету уже там нельзя сказать если вы есть интернет в селе то кто информирование у кого там времени больше да поэтому наша задача не нести наша задача какая сделать русскую культуру русский язык наши традиции и прочее инструментарием подспорьем для того чтобы совместить время психическое с временем реальным это средства это способы если мы к этому относимся как способом тогда мы нормальные а если мы вдруг русскую культуру имеем как цель так это не цель это средство это способ а цель какая гармонизировать многообразие информационного пространства то есть вот всей материи всей совокупности навести лад в какой системе проще это сделать конечно в той в которой жили наши предки это их миссия то есть упорядочение внешней среды да и работа с этой средой вилкой если вам надо там хлеб отрезать ну не очень удобно да ну проще нож взять так и тут ну зачем нам библия для того чтобы резать хлеб ну нож надо взять и все получится вилкой в носу неудобно ковыряться потому что размеры разные и прочее поэтому инструмент нужный но когда вот его как вилку использовать так и здесь то же самое поэтому вот смотрите как надо приоритеты расставить то есть какая все-таки цель кто я и для чего я сюда пришел так или нет а все остальное это способы и средства это не цель достижения то есть нам не нужно попасть опять на ловушку подменить способы и средства на цели а вот националисты вот эти русские да вот они как раз и ведут нас к подмене способов и средств на цели вот они говорят русский мир русский марш это что цель что ли это не цель цель человеку богом стать к богу прийти так или нет это цель а это все остальное средство не больше не меньше понятно что трезвый больше шансов у него что мозги включатся больше шансов потому что алкоголь что делает связывает свободные радикалы изменяет структуру воды в мозгу и как мозг примет ну как приемник он не работает уже а если он не работает как приемник как инструмент негодный как им пользоваться никак ну во первых во первых я там не был во вторых мне не с чем сравнить их знания вот как оно есть в третьих у меня есть конечно желание туда поехать если честно и была бы возможность я бы с удовольствием туда поехал вот просто посмотреть и и как оно и что но не для того чтобы опять сравнивать вы знаете есть в малороссийском языке у нас же есть вот перекликается некая вещь сравни так ты говоришь сравчини вот ну не сравнивают вот не нужно сравнивать этого ничего это просто информация которую можно обработать какая вам разница как она соотносится эта информация с другой информацией ну какая разница ну для вас какая разница вы все равно берете эту информацию перерабатываете если у вас иммунная система информационная в порядке то вы что эту информацию возьмите и переработайте что эту информацию у вас дификация пройдет нормальной расстройства никакого не будет поэтому если только вы говорите Если мы сейчас сравним или мы не сравним Мы уже попали в ловушку Чего? Сравнение Сравни опять Скажите, где можно почитать подробно 16 тела А что 16? Я знаю, что 13 Я знаю, что 13 есть 7 есть тел, 9 тел А кто больше еще? Смотрите, что получается Тела наращиваются по мере Движения человека по пути Духовного эволюционирования То есть человек, когда становится на путь Духовного развития Эволюционного Он начинает идти В зависимости от того, сколько он прошел Он начинает обрастать этим скарбом Одно тело, второе тело появляется Как считают Кто считает эти тела? В одной традиции Если кто-то, скажем, дошел до какого-то уровня И увидел столько-то тел Значит, мы можем как проверить Все это дело? Пройти примерно такой же путь И чтобы сказать, что да, тел вот столько-то примерно Вопрос А сможем мы пройти по этому пути? Повторить Если все пути Нет одинаковых двух Если у одного там 16 тел получилось У другого 13 тел получилось У того 7 тел получилось Да может быть у вас 32 получится Не в этом вся штука Не вопрос в количестве этих тел А в том, что человек, идя по пути Духовного эволюционного развития Наращивает вот эти тела Да, эволюционное мясо Ну, если хотите Ну, если на нас вот это мясо физическое То там мы тоже наращиваем В общем, это эволюционное мясо И вот по мере этого наращивания Все больше и больше По мере того, как человек начинает вот пухнуть Да Все больше и больше появляется тех Кто заинтересован в тем Чтобы подгрызать вот то, что он нарастил Поэтому чем он больше ведает Чем больше сделал Тем больше у него ответственность Поэтому готовьтесь к тому Поэтому сказал, что если не знал, да Но сделал достойное наказание Бит будет меньше Ну, если смерть, то он и смерть Какой с него спрос? А если вы решили Уф-уф, пора просыпаться и туда идти Будьте готовы, что тут же сейчас Соберутся вокруг И начнут вам рассказывать Куда идти, как идти Давайте мы тут сербнем Мы тут тебе тут где-то что-то сделаем Мы тут где-то подсосем Мы тебе тут подможем Подсобим и так далее И так далее Поэтому не суть вот в количестве тел И сколько их там и как Суть в самом пути Вот нужно просто пройти по этому пути Посмотреть А сколько же у меня получится 7, 9, 13 или 16 Вот тогда это ценно для нас А если кто-то прошел и говорит Там 16 тел Я ух ты, 16 тел И что мне это дало? Это как стоят два постовых Гаишника, да? Гаишника в Киеве Подходит к ним иностранец Дуи спик инглиш Парле франце Тебе переглянулись Степан, ты что-то Он спрехензи дойч Не знаю Повернулся и ушел Степан Ты баяка разумна людина Пошел И шо-то ему дало? Поэтому и тут Какая разница Кто сколько тел насчитал? Ну не важно это Вы свои насчитайте Я его от корки до корки не прочитал Но я же еще раз вам говорю Что информацию нужно пробовать любую И проверять Единственное только вот Еще раз говорю Предостережение Везде чувство меры должно быть Не заигрывайтесь Отработали Прошли Следующее Отработали Прошли Следующее Как только остановились Мы же в самом начале О чем сказали? Что жизнь Определение какое дали Что это движение По нахождению информации Переработки ее Во всех формах Которых она есть Переработали это Ищите следующее Вот сегодня Получили сюда Пришли Получили информацию Переработаете все это дело Завтра вы проснетесь Другими Ваша возможность переработки информации Прямо пропорционально Крепости семьи Если у вас жена Берегиня Если вы Семьей Владеете То ваш инструментарий И ваша вооруженность Больше По сравнению с теми Кто этим не владеет Ну а зачем ему В прошлых жизнях Три жены поменял Ну зачем Ну мы же не знаем Что было до того Как Поэтому Детей Мужчинам Не обязательно А если стереотипы Такие навязали Возьми от жизни Все Живи для себя Живи для себя Ну конечно Именно духовно Возвысились Да Вот Как духовно Возвыситься Самая простая Проверка В этом случае То есть Женщина Это что Дочь Кто такая Дающая чрево Да Значение слова Она принимает информацию Которая пришла От мужа И что делает Отражает Эту информацию Она ее принимает Перерабатывает И отражает Как проверить На каком На эволюционном И духовном Уровне Развития Находится Если она Отражает Без искажений Рожает Здоровых детей Ни коллег Ни уродов Так она и духовная А если она Ничего не ест Говорит Что она духовная Ну попробуй Ради По плоду По плоду Ценят Что О древе Если древо Приносит плод Какой Негодный Что Что Может Но груша На яблоке Не вырастет Никогда Даже если Там ветки Подобрать Может Но все равно Это уроки Все равно Это уроки Конечно Желательно Чтобы Во-первых Женщина должна быть Сведущей Вестой Когда она Веста То она Примерно Знает Вот от этого И дети будут Нормальные Посмотрела Тряханула Ну вроде Ничего Генетически Как тут Что у тебя Тут Не глупый Ну-ка Что-то там Руками умеешь Делать Это Все Вот Я тебе Рожу Детей Нормальных Я нормальная Зачем Я идиот Но такой Урок Такую Такую Информацию Ей дали Значит Нужно Информацию То Отработать И идти Дальше Да Никак Не Вы Вот Не делайте Сложности Конечно Отражается Понятно Что Проще Скажем Было Попасть В условия Вот Идеальное Да И что Вот И все И никак А вот Нет Идеальных Условий То есть Нам исказили Все так Что у одних Фамилий И у других Прозвище Имени Родового Нет А если Основное Обязанное Женщина Продлить Род Как его Продлить Если у одного Фамилия Другого Прозвище Проблема Да невозможно Это Потому что Один с фамилией Залазит Другой с прозвищем Залазит И там Искажено И там Искажено Получится Выродок А не Урод То есть Урода Не получится Этих вещей Вот Поэтому Наши Предки Раньше Выходили Из этого Очень просто Посмотрела Нет Никого Достойных Потом Глянула Ну вот Вроде Как И дети Нормальные Так Женщины Ничего И все Там Это Есть Подходит К Женщине Говорит Слушай Ну Ну такие Эти Слабые Умом С подарками Пришла Там Пойдем Давай Я буду Младшей Женой Я вот То-то Умею Вот То-то Буду Дел Мы Придем К этому Да Это Мы Их Научили Но Мы Об Этому Забыли Нам Христиане Это Все Поломали Раньше Он Взять Князей Наложниц Семьсот Было Жен Было Там Почему Допустим Ольга Княгиня Святослав Он же не ее сын Он же другой Славянки сын Как же он мог поднять Там Казалось бы На своих Не она рожала Мама У нее другая Нам об этом Просто не говорят Если Боярый муж Производитель Да То там Возле него И женщин Было Соответствие С его А дважды рожденым Вообще Минимум Две жены Нужно иметь Чтобы нормальное Было потомство Женщины тогда собирались Собирались и говорили Все Вот мы когда вместе Эволюционный процесс Быстрее пойдет Нормальных детей Нарожаем Сделаем такую семью Так его подпитаем Если у него возможность Есть такая А никто не подумал Об этом Что достойная женщина Она поклонится Десять никогда Что что Достойная женщина Она такая никогда Она вообще одна Попрошена Это гордыня Или затое Это достойность Это воспитание Хорошо Что делать с природой Что делать с природой Что делать с природой Вот найдите Этот самый канал Если я не мал пленец Вот у нас В нашем теле Вот этот Животный уровень Он как был Так и остается Он там живет У льва там сколько львиц Одна У тура там он ходят Или там он Зубры в Беловежской пущи А у людей у волков Это другой вопрос Ну и лебедь такое животное А что у волков То же самое У волков иногда наоборот бывает У одной самки несколько Но самцы погибают Самцы погибают Да нет Ну при чем здесь правильно Я же говорю о том Что вот все что в этой природе Вот существует и есть Да Если мы рассматриваем Как единую систему И она в гармонии находится Тогда Мы же к Богу идем Надо подниматься Над животным Ну А мы наоборот Опускаемся Там Вот этих вот Я не знаю Это называется Болюция А вы эгоистка Вы не хотите Чтобы вокруг были женщины Нет Я не эгоистка Нет Совершенно правильно Вот смотрите Средства Средства массовой информации Средства массовой информации По лавкам По лавкам сидели Все умнички Здоровые Гены Гены Мутировали Поэтому ребенок черненький Что ж ты Гена Мутатор мыть надо Так и тут Поэтому Все правильно И позиции ваши Абсолютно правильно Вот стояли на этом И стойте И не надо Другое Вот сейчас не надо Вот сейчас такой урок У нас урок биологии Учим биологию Вот когда будет урок физики Тогда будем учить физику И такое может быть И такое бывает Бывает В одной семье Идет воплощение В одной семье И такое бывает Вот когда откроется Родовая память На все на это дело Посмотрите Ну улыбнетесь потом Да и все Своему современному Своему современному Информированию Просто улыбнетесь Да Мы уже устали Скажем так Все мы Стремимся Опять же Получить знания И мыслим В направлении Пробуждения Хотел бы В завершении встречи Поговорить Как раз Именно Вот она Например Здесь обратно Или По подобному Нам Какие-то некие шаги Такие Описать Как мы То что мы Сами должны Это понятно А как мы С окружающими Нами должны Какие Скажем так Конкретные вопросы Чтобы им помогать Вот И построение Опять же Показываю Показываю Глаза опустил Поднял Мысли остановил И больше ничего не надо делать Не надо никого спасать И никому лезть Остальные Сами по себе Спаси себя сам И тысячи вокруг тебя спасутся Вот как только Я свое внимание Переношу на кого-то На кого-то Я кого-то должен идти И помогать И спасать Я здесь не вас спасаю Я себя спасаю Я сам себе стою И объясняю Уже в который раз Что это вот так Вот так Вот так И вот так Но Как только мое внимание Вышло за пределы Моего тела Когда его последний раз Туда возвращали По времени Если вы писали Там Да Востолько-востолько Внимание вернул В пятку Востолько-востолько Внимание вернул В коленку Тогда было все нормально Не нужно никого спасать Вот не надо никуда бежать Это ловушка Ловушка какая Витального беса Что я где-то Выношу свое внимание Туда Я должен куда-то бежать И что-то делать Спаси себя сам И тысячи вокруг тебя спасутся Вот самое тяжелое Это Самый тяжелый труд Это заняться собой И себя любимого Начать вот менять Проще всего Учить кого-то других Вот кого-то там Вам вот рассказывать Еще что-то делать Но как только вот садишься Остался там Наедине с собой И вот тогда Начинаешь делать Беседовать С собственными бесами Один стал там Второй стал Как трехголовый Этот змей И вот начинаешь С ними беседовать Там если начинать Все это озвучивать Слух И люди будут рядом стоять Обхохочутся Когда тихо Сам собой Я веду беседу Что делать Что делать Повышать информированность Мы уже говорили об этом Эту информированность Переводить в знания Знания переводить Введание И повышать Собственную ответственность Через нравственность Тогда будет честь И достоинство Когда это все Сформировал И ты просто идешь Не надо ничего делать Вообще Всех остальных Идешь И заражаешь Потому что Ты начинаешь Как вирус информационный Вибрировать Никому не надо Ничего говорить Зашел Зашел в метро Встал в этом И смотришь Что происходит вокруг А вокруг Паника Ты не сказал ничего А рядом Уже в общем-то Пошло все движение Потому что Вибрации идут Почему еще раз Возвращаемся Никогда В наших селениях Кроме пошлых Не было Пришлых Вот и все Поэтому Мы должны Начать излучать Не нужно никуда Вот как только Это опять столкновение Опять противостояние Зачем нам противостояние Берете Отматывайте назад Историю Сто лет назад Война Еще Война Еще Война Войны Может быть Хватит Кого-то спасать Куда-то там Бежать Зачем их искать Есть закон Вселенский Озвучиваю Подобное Притягивается К подобному Вот только Магнит Включился Один Вы как Завибрирули Магнит Автоматически Тут же Находится Кто-то Вот Тут же Прилипает Мгновенно И других Процессов Нет Что вы делаете По детской программе Какой Детской программе Ничего не делаю Почему Детей не обращать Возвращение Пока взрослые Эти знания Не возьмут Пока Эту информацию Не получат О каких Детишках Если только Я сейчас Представьте Вы собираете Своих детей Своих внуков Вас сажаем Отдельно А я с ними Начинаю заниматься Так как я хочу Да вы Ровно через Три минуты Скажете Слушай ты Он ненормальный Убирайте Вот этих детей Их Их спасать надо Приведем Бабу Маню И пусть Она вот Занимается Воспитанием Зачем вы Эту шизофрени Детям подпустили Тут Даже рядом Детям нельзя Подпускать Какие дети Поэтому Иисус и говорил Станьте детьми Давайте все Станем детьми И начнем Друг друга обучать Проектов Очень много Как эти проекты Запустить Только через кого Через первый заслон Который стоит Перед детьми Через вас Пока вы Этого не поймете И не поймете Что детям Вашим нужно Тогда вы скажете Тю Да вообще никто не нужен Я сам его научу А как ему это дать Сергей по теме Можно По теме Давно же все В темах Это касается Вот В тот раз Когда вы приезжали Когда вы подняли Эту тему Психическое время Да Да Вы ссылались На Работы Кришнамурти Да А если Учитывая Вот сейчас Вы дали информацию Что наши Слова Все перепутаны А там еще Ведь мы Кришнамурти Не общаемся Он там Не знаю На каком Урду Говорим И через переводчика Такая трансформация Идет Хороший вопрос Смотрите В чем штука Вся Словоблудие Как и все остальные Способы Чарамутных языков Если только Все это подходит К чистому источнику То как бы Только не закручивали Как бы не говорили Как бы не называли Не замутить Вот таких источников Немного Это Руслан и Людмила Это Вот говорили Купюру Кто приносил Да